Так, секундочку. Так, ребят, все, я вернулся, я микрофон не выключал, как вы поняли. Димага меня позвал против Happy Marina. Happy Marina, Тиранчик у нас. Ну, Мастер Лига, не знаю, как тут игра пройдет. Я понимаю, кто фавориты, это абсолютно очевидно. И вам там Титанчик, а что Титанчик? Не понял, привет, ГГБРО, о чем ты говоришь-то, я чуть не понимаю. Титанчик. 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 Ну что, ребят, все, поехали. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, просто стоп-старт, чтобы выставить задержку стандартной. Ну и Димага против Happy Marina. Мы начинаем уже первую игру. Это Бо-1, соответственно. Первый тур у нас, чтобы побыстрее все было. В прошлом турнире было Бо-3 сразу. В принципе, можно и Бо-3 сразу было ставить, я так думаю. Но редко там какие-то пары. Но вот, например, уже Велоцираптор попал на Коу. То есть, человек, который вчера дошел до 1,4 против Коу, который, в принципе, светится в последнее время. И видно, что готов проходить тоже далеко. Или даже квот убрать. Ну, придется Бо-1 выяснять им отношения. Здесь у нас через Reaper Opening газ начал добываться. Под реактор место сразу Титан вставляет. Здесь, соответственно, Депошечка вторая. У Димаги Хаттась. 17-я пул газ. Газ не самый ранний, не до пула. Так, задержка была, ребят. Выставлял задержку. Все нормально. Держите меня в курсе. Так, кстати, да, в стримы надо прилепить турнира. Блин, забыл я вам сказать, ребят. Прошу прощения. Меня просили, я просто приехал. Сейчас я был не дома. Вот. Но уже поздно, короче. То, что... Улучшение завершено. То, что этот... Конкурс сегодня опять был на определение победителей. Топ-4, как бы. Но это до 10 минут принимался. Так, что кто успел, тот молодец. Надо по аналогу со вчерашним было как-то это смотреть. Не знаю, кто успел. Нет, просто надо такие конкурсы делать хотя бы, ну, минут, чтобы 30 после старта турнира они работали. Иначе смысла в них нет. Почему? Потому что люди собираются не при старте, а постепенно. То есть, я стримил ФП, да, сейчас уже больше людей было. Это очевидный абсолютно момент. А так как стрима не было, ну, не сразу люди успевают скопиться за 10 минут, по крайней мере. Вот сейчас сколько у нас человек? 300 есть, наверное, уже, да, 295. Это, конечно же, малое количество. То есть, кто потенциально мог бы там написать, их просто не будет. Ко стримит Мэджик. Ребят, я сегодня с Мэджиком Серегой договорился, что будем стараться, по крайней мере, разные матчи. Ну, на протяжении сетки, чтобы большее количество матчей отстримить, как бы разные брать. Вот уже к полуфиналу, может, будет, я посмотрю, там, что за матчапы, что вообще там будет происходить. Если в этом будет необходимость, то тогда по отдельности проведем, либо же одновременно отстримим каждый свой просто. Вот. Ну, понятно, если кто-то не захочет другой стримить, то никто никому ничего говорить не будет. Абсолютно очевидно. Прямо-то, если вообще нужда будет. Так, первые два еленчика готовы. Депошка, бункер пошел. Рабочие строятся. Пока все достаточно четко у Хэппи Марина. То есть, вроде как, негде его зацепить, демаги, там, вот этими шестилюнгами забегания сделать невозможно. Потому что здесь все защищено. Вижу, Роуч Ворон пошел. Роуч Ворон, естественно, оборонительный, учитывая, что третья хата ставится. Вот первый криптумор вижу от демаги. Может быть, имеет смысл. Да, уже второй пошел. Но, кстати, вспоминая игры Сирала с Нейшн Воров, я думаю, вы их тоже многие запомнили. Он делал что? Он делал криптумор первой энергии королевы со второй базой. И это очень важно. В лотве уж третья-то она ранняя достаточно. А рабочих потерять это будет критично всегда. Если гелионы заедут, там и 10 дронов спалят вам, например, то это будет совсем нехорошо. Личинок меньше, всего меньше, поэтому лучше иметь больше пространства, где юниты быстрее бегают, и оборону лучше, чем раньше инъекцию сделать одну, там, как он. Так, два революшного демаги. Пши что-то нагромоздил демаги зданий, как-то может сюда куда-нибудь их поставить, чтобы не мешали просто. Так, два реводжера. Врыв гелионщиков был. Что у нас погибло? Два дрона погибло, шесть лингов. Четыре гелиона рипер тиран потерял. Ну, ответ очевиден, что врыв этот был совсем невыгодный для тирана. Но посмотрите на экономику. И она удивляет. Только сейчас, с новым заказом рабочих, демаги выходит вперед по рабам против тирана. И здесь уже третья ццэшка строится. Единственное, что, как обычно, вот в стиле у тиранов в Лотвии я заметил, я не видел ни разу пока такого стиля, чтобы с ранним стимпаком кто-то пытался там прилететь одним медиваком, двумя дропнуться, там, как-то убить на контроле, я не знаю. В основном все через поздний стимпак, через грейды какие-то, через экономику, и уже потом какой-то выход серьезный идет. Не дает заргужить, соответственно. Так, банша прилетела, я просто проморгал этот момент. Вот, королева не зря здесь демодженная. Вторая... А кто баншу добил? Спорка добила баншу. Короче говоря, харас вообще провалился у тирана. То есть, вроде как, да, экономика есть, но сами видите, что пока в харасе действия как-то не очень идут. При этом всем у хэппи-марина больше лимита до сих пор, чем у демаги. По экономике не сильно проседают. Орбиталочка пошла, сейчас она даморфится. Она полетит уже на третью базу. Ну и тиран просто копит лимит. Сейчас марики, танки, сейчас мародеры пойдут. Стимпак заказан, щиты нужно заказывать. Конечно, щиты заказаны. А у демага строят роучи. То есть, демага не мудрит, он знает, какая сейчас тема сильная. Роучи реводжеры, поэтому и четвертая хата экономику развивает. Развивает сейчас тирана харас кончился. Можно жить спокойно абсолютно. И все замечательно. С С-шкой перелетает. Так, разложился тут Хэппи Марин. Танки марики. Квадратом тут танков наставил. Полетел дробчик куда-то там вниз. Ну и стимпак еще не доделается к прилету. Ему ему еще делается 50 секунд приблизительно. А теперь они реальные. Бараков, три реактора, две лаба производят. Шесть мариков, два мародера. За раз один-один доделывается. Не по таймингу заказан на арморе. Поэтому 2-2 Хэппи Марин сразу не сможешь заказать. Демага, 173 демаги. Вот он приходит к оппоненту. У него реводжеры и роучи. Микс не очень. Почему? Потому что без лингов вот эта вся тема не работает. Линги обязательно в этом миксе должны участвовать. Иначе, посмотрите, танки наносят демаг с юнитом рейнджовым тогда. Никто не врывается сюда и демага на себя не принимает. Посмотрите, и демага пришел и просто развалился. Если бы еще контролил танки хотя бы немножечко Рок Скай, он же Хэппи Марин, было бы вообще замечательно. А представьте, если бы у него был стимпак в бою, который только что доделался. Был бы вообще разгром. 2-2 тиран заказывают. У демага 2-2 грейды не заказывают. У него есть четвертая хата. Я не понимаю, почему он не хочет просто запилить хайв, запилить грейды и выйти просто в ультралов каких-нибудь с такой экономикой. И демага лезет куда-то. У него нечем законтрить даже баншу элементарно. Вот смотрите, ей просто нужно уворачиваться, и ты ничего и не сделаешь вообще. Стимпачица Био, марики, мародеры. Демага давит 120 на 140. По лимиту тиран не так уж сильно и проседает, я вам скажу. Касты идут постоянно. Тиран не видит, куда демага стреляет. Он видит, что кастуют ревенджеры и автоматически отбегает. И не замечая, что вот он куда кидает. То есть видно, что немножечко невнимателен. Да, то есть тут такие есть косяки у тирана, серьезные прямо. Но, тем не менее, атаку сдержал. И там еще 20 заказ наруч. Еще ревенджеры делаются. Но демага не отступает. Он просто не отпускать хочет тирана. Но сейчас будет, кстати говоря, второй танк готов. Вот этот вообще в бою. Посмотрите, ноль убийств. Привези ты этот танк вот сюда, куда-нибудь. Я не знаю, он будет расшатывать просто нахрен все. Причем есть медиваки. То есть этот танк уже задняя какая-то линия. Но эта задняя линия не нужна, когда ты сейчас обороняешься. Банша просто всю игру здесь стреляет. Смотрите, она пользы принесла больше, чем все остальные. Демага мажет как-то по банше. Сейчас в фаерболобе непонятно. Атакуют СЦшку при этом. Нужно отходить немножечко назад. Отходят тиран назад. Вот, наконец-то под этот танк хоть кто-то пришел. Он демага нанес, одного юнита убил. Нужно увозить танки. Увозит танки сейчас. Но орден Тарсона при этом всем прилетает. То есть во время обороны тиран не законтролил. Просто СЦшкой не смог улететь. И несмотря на то, что 2-2 доделываются, демага просто пушем его в лоб убивает. Но нужно лучше контролить. Конечно, нужно получше немножечко контролить. И нужно успевать вычинивать здание. Нужно видеть позицию. Нужно видеть, куда кастуются фаербуллы. Чтобы все войско не водить, а просто развести в том месте юнитов сплетануть. Куда именно он падает. А там ведь показывается это все. Ну, пока держится. 131 на 183. Но демага не собирается отходить. Здесь, правда, 2-2 граиды. И мариков. Мариков. Маловато у хэппи Марина. Ты же хэппи Марина, а не хэппи Мародер. Тебе нужно мариков больше строить. Мародеры, они роучи рвут, конечно. Но по реводжерам они не так эффективны. То есть тут нужен очень грамотный микс марика-мародеров. Так, опять приходит демага. Накидывает фаербуллов. Мародера марика подбрил этим кастом. Заманивает на 3 танка сейчас сюда, естественно, к пепи Марин, демагу. Танки перевозят назад. 118-157. Между прочим, у демаги 1-1. Все у грейд, а здесь 2-2. Но отбиться все тяжело. Танки не контролят. Тут танки, когда фукусятся, их обязательно нужно увозить назад. Фугасы не сделаны. Очень большая ошибка против вот этого миксу. Фугасы нереально решают, потому что, когда мы... А здесь мародеров, ну, очень много. Они начинают первый ряд замедлять. Юниты начинают скапливаться. Сплэш-танков гораздо лучше входят в этой ситуации, если есть фугасы. Сейчас же, ну, юниты, как бы, более ходят спокойно. Никто не замедляется. Вот первые либераторы готовы, а толку-то от либераторов от этих. Так, кастуются по ЦЦшке фаербулы. Выманивает на либераторов. Сейчас Кэпи Марин. Димага пытается прессовать. Чуть-чуть отдаляю. Экономика, посмотрите. Экономика пятая база. Димаги 70 дронов. Выход идёт. Ультралист Кеверн уже, вот он, адреналин заказан. Наконец, Димага Хайв сделал, хотя уже давным-давно можно это было сделать. Заказаны вайперы. Коготь первый пошёл. По потерям, давайте глянем, по потерям Димаги больше. И вот он сейчас отступил. Ну, тиран, посмотрите, он как бы... Ему четвёртая ЦЦшка, ему нужно жить как-то. А он тут еле-еле на третьей-то живёт. Смотрите, ресурсы все кончились. То есть, Димага просто держал тирана дома и не мог, не мог Хэппи Марин, не выйти никуда, ничего сделать. Не хватало контроля, не хватало лимита, ничего не хватало. Вот только-только первый дроп он сейчас полетел. У Димаги, правда, контроль карты, посмотрите, он просто вот... Он не видит ничего, только здесь стояли щедленьки. Кстати, дроп, по-моему, через них и пролетел, что самое интересное. Я не знаю, готов ли Димага его будет встретить. На мейн бы неплохо было бы ворваться, тем более здесь вот это здание, ультралис каверн, его вот в лотве нужно вот... Сканишь, видишь, ультралис каверн, приоритетная цель. Потому что 4 армора, когда ты замедляешь, это очень хорошо. Ты для себя просто дорогущее время выиграешь. Ультралы без уникального апгрейда. И с ним это абсолютно разные юниты сейчас. Это наиважнейший момент. Перелетают медиваки на мейн. Здесь у нас инфестейшн есть, можно подфокусить его, попытаться хотя бы. Ультралис каверн, хэппи-марин не видел. Готов ли Димага, приходит на мейн. Да, инфестейшн фокуснул, но там-то более важное здание было. Улетает, хотя здесь ничего нету фактически. А что улетел, спрашивается. Непонятно. 195 Димаги ломится вперед. Запас хороший. Но Тиранта 170 отстроил. У него лимита много стало. Но танки теперь уже не представляют такой силы, как раньше. Ультре они не страшны практически. Двойные дропы в разных направлениях сейчас идут, между прочим. И дропы успешные. Вот что самое интересное. Пока здесь Димага будет мультитаском заниматься, пытаться отконтролить. Будет ли он атаковать? Так, атакуют и либераторы не разложены там, где должны быть разложены. Димага их притягивает, снимает их поля вот эти. Их нужно сразу заново устанавливать. Улетает Хэппи Марин наверх сейчас. Но вайперов, конечно, зафокусил. А толку-то что дальше? А вот этот либератор, что висит? Его сразу реводжерем. Гешет Хэппи Марин сблил. Ультралы третью цешку убивают. Орден Тарсона номер два. Либераторы возвращаются. Нужно улетать. А толку-то улетать здесь-то кто? Отбиваться будет в одно место. Хэппи Марин разложил, кстати, всех либераторов. Тоже ошибочный такой момент. Бингов они убивают. Много еще, конечно, они убивают. Но остальные юниты Димаги ломают. В это время пытаются на мультитаске развести Хэппи Марин. Прилетает Медивак просто, ё-моё. Красный, если бы Медиваки эти он не терял, он мог бы попытаться что-то сделать. Но 12 ультралов у Димаги в заказе. Димага живет, шикует. Не жалуется вообще, что кризис у него какой-то. Какие-то, блин, терроризируют его штуки непонятные. Он просто строит ультралы сейчас и убивает. На мейне там тиран пытается, конечно, отбиваться, но тут уже смысла нет. Просто экономики-то не осталось. 200 лимитов, 50 рабочих здесь. Просто нужно хаты восстановить сейчас Димаги и все будет замечательно. Так, ЦЦ-шку учинивает, тиран больше ни хрена нет. Что сильнее радиейт или поразит бомбу, кэши радиейт. Он, во-первых, дэмэджа около двухсоток наносил, там даже больше. У ультрала 150, по-моему, оставалось. 250 он дэмэджа наносил поживым. Но он еще по земле бил. А эта фишка не только поживым наносит, но только по воздуху. Приходит Димага. Посмотрите, это фильм какой-то, компания какая-то. Просто тупые ультралы, которым не пройти на рампу-то даже. Но Димага хороший надмозг. Он на муве их заводит, конечно же, когда юниты тирана закончились. И все, он убивает. Никто не толпится и два танка не могут это все сломать. Вот если здесь была в обороне, вы серьезно. Тиран что-то переселяется, пытается в размен все еще идти. Он думает, что у него хватит ресурсов на размен. Но нет, если он будет под спорками летать, у него даже медиваков сейчас не хватит. Не то, что ресурсов. Димаг приходит, медивак зафокусил. Там Гост один погибает. Второй медивак нужно фокуснуть ему. Обязательно. Димага ушел. Медивак зафокусил. Все, никто никуда не улетит. Ультралы все сбили. Тиран что-то не выходит. 60 лимита осталось. А, вот он дропнулся. Потому что еще на меньше 60 лимита. Но ультралы рядом. Нужно снайпершотить ультралов. Сбил, сбил КАЗ сплэшем. Посмотрите, нельзя гастами стрелять вместе с армией. Они сзади всегда должны стоять. Сплэш сбивает. Дэмэдж. ГГВП пишет. Хэппи Марин. ГГВП пишет Димага. Хорошая игра такая для Бу-1 получилась. Не Димага ошибался, конечно. И Хэппи Марин ошибался. Култи у нас. Начал ли Култи-то играть? Сейчас узнаем. Так, а что, не начали играть, что ли? Я чуть не понял. А что, не начали играть? Ну, ладно, пусть играю. Да, только 2 минуты сейчас начали. Ну, ладно. Тут я вижу, что пара намечается кулк-люти в сливке. Сейчас я посмотрю, где сливка у нас там присутствует. Так, спелсингер ожидает у него какой-то соперник. Так себе. Так себе. Касс что-то ожидает. А что Касс у нас ожидает? Касс Дженни Пи против будет играть. Какая лига-то эта? Вообще смешная какая-то, да? Ну, давайте Кассу пока заскочим, пока ничего не началось. Так, или пока нет. Секундочку, я проверю кое-что. Так, култи не играл пока со стрелком. Ждем култи со стрелком тогда. Так, Миллениум, спасибо за премиум. Еще никто ничего не говорит. Гугл баба не говорит. Очень странная такая тема. Так, я не знаю. Продолжение следует... 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 не пишется, ну, что ли, здесь вот интересный момент, потому что ну, вот иногда так сообщение приходит и не появляется ни плюс 60 рублей, ни плюс человек, то есть, как бы а иногда появляется ну, пишется, короче, хз, не знаю в чём прикол там потом, наверное, дополняется, походу у култи странный какой-то бил с гейтом внизу сейчас второй пилон пошёл стрелка таким не удивить, он, как бы ему пофиг, где здесь пилоны стоят если дать ему, так он может и забрить здесь у нас СЦ-шка ставится через Мариков, стрелка играет култи приходит, всё видит прекрасно пробкой своей, вот сейчас можно пробку потерять, очень большой косяк красавец Евгений взял и убил пробку так и нужно делать, ну втыкает култи, которого у которого 270 ТПМ а пробку не увёл, ну а смысл тогда в АПМе в этом даже полезного насколько больше а полезности, где потери-то пока у култи только пробка потеряна реактор на бараке здесь бункер факта, наверное, скоро будет заказано адепт здесь строится адептам, кстати, можно пошатать там тирана твайлайт заказан адептам проверяют култи, что где происходит можно зайти, только иллюзию главное пускать начинает рабочих убивать стрелок пока никак почему-то не реагирует вообще стрелок никак не реагирует три просто КСМа на ровном месте четыре КСМа не, ну так-то делать нельзя так, иллюзии нужно уходить отсюда нафиг култи он успел телепортнуться на 19 хп еще адепта култи умудрился увести и подрезал на ровном месте четыре КСМки просто стрелку конечно же, это очень большой фейл но дело в том, что вот когда ты такие ошибки совершаешь мех здесь абсолютно ни при чем потому что ты будешь проигрывать тогда из такие ошибки так, у култи даршайн стрелок просканил и тупо все спалил посмотрите, ну нужно ныкать как-то ну вот дания в тупую нагромождены на одном пилоне вот этом вот, который здесь стоит и стрелок видел то есть два пилона рядом вероятность, что здесь дания поставлена очень высока здесь пилонов каких-то наставлено а толку-то от них нет никакого роба фаржа но даже то, что стрелок увидел вопрос в том, что ему нечем убивать может быть этих соответственно, дарков култи два адепта повел сейчас к стрелку здесь, кстати, два марика всего могут адепты зарешать заходят циклон плюс марики и вижена на хайграунд не будет култи грамотно, кстати, вот эти два пилона поставил прямо рядом с рампами, так что, чтобы зайти вижен должен быть заходят култи двумя адептами стрелка нечем встретить, к сожалению ой, сколько рабочих напогибает здесь, просто жесть рабочих уже 12 в сумме, до этого было 5, по-моему, еще убил 6 штук короче, грей экономика у стрелка печальная становится есть из армии танк циклоны маленький без грейдов и стрелок не в билу играет а в мех я вам напомню у култи уже третий нексус пошел плюс 2 гейта добавляется блинг почти готов густит и форжу, и блинг сейчас можно уже 2 форжи добавить против меха, как бы будет эффективно здесь у нас призма прилетает и что призма-то прилетает? нужно дарков наварпить прямо на мэне варпить смысла никакого нет сейчас, почему? потому что циклон тебя на фокус возьмет и ты просто призму потеряешь и все я понял макису я только сейчас это понял как вот сказал, что такая тема култи пытается подрезать подрезать лабу не получилось дарков засаживает призму улетает почти убили они циклону но 4 хв остался он жив и сейчас у точки скорого стрелка будут банши с инвизом с баншами он уже начинает напрягать конечно, он очень серьезно дома от обороны играет а баншами начинает харасить фатонки у култи какие-то кривые вот пилон стоит, можно вот здесь фатонку поставить култи вот здесь зачем, не знаю значит нужно еще пилон здесь фатонку еще потому что часть просто не прикрыта абсолютно никак циклончик висит тут опять же рядом можно дарками забрать култи залетает ну хватит, что-то полетел то ой култи кого-то дропать начинает а кого дропает то култи дропает не знаю в чем дело так, Ботман СК2 300 пикоинов вижу от тебя спасибо тебе большое очень приятно играл Титан или нет я не знаю следите за сеткой Magic стримит другие кстати, игре о матче и Кас против Лейзера будет игра очень скоро которую же хотелось бы чтобы кто-нибудь остримил я не знаю успеет ли кто-нибудь остримить или нет Александра уже тоже в третьем туре Сливка еще первой нет а где Сливка-то нахрен? что, на 5 там работают? нахер тогда нужно тех луз давать если так динамит сетку так, Тома Култи вроде как отбился здесь потерял все приходит в лоб стрелку Баншу забирает но танк живой иммортал имеет смысл увезти потому что он не сможет уйти если стрелок вперед пойдет уходит Култи на мариках сейчас обсервер потеряет и стрелок выдвигается вперед боевого лимита больше чем у Култи и представьте если он сейчас его возьмет в лоб и бьет это же жестко будет есть Зилки есть Тимур еще третий Нексус добывается но так, а где Мазеркор Култи вообще? Мазеркор на Мэн его пора уже приводить иначе будет беда стрелку даже не нужно наверх ломиться он может вот здесь вот рассиджиться и выбить третью при этом Блоча выход со второй базы например приходит стрелок заходит на пилон третий он судя по всему не видел вообще пилон снизу убивает у Култи Соплай блок и Соплай блок только усиливается сейчас у Рэйвена есть кстати говоря дефенс дрон нужно не прогореть дефенс дроном успеть его выставить иначе будет печаль у Култи слишком много стрелок заходит там уже какой-то коверчаржем танк один мимо кассы приезжает вообще вот сюда Култи мог быть сзади сейчас просто сталкерами можно вот здесь вот тусоваться и вот этот прирост весь подбревать и потом подкопить здесь армии с двух сторон просто выбить стрелка Култи же дает стрелку зачем-то скопиться вот таймвар пошел а смысл от этого таймварпа здесь что-нибудь может мне объяснить да дмарики помедленнее двигаются а сзади архона подошли с третьей базы да и Култи несмотря ни на что все прогревают но слишком гигантское преимущество было тут уж ничего не поделаешь ГГ стрелок пишет а если бы сейчас чуть-чуть ток бы чуток бы затупил Култишник тогда бы беда была вводы вчерашнего стрима на главный что такие невнимательные это надо смотреть и замечать Ботман тебе еще раз за поддержку спасибо и всем спасибо ждем продолжения захожу в игру Бо-3 вторая у нас на горизонте спасибо 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 Так что воды из сегодняшнего ГСЛ и вчерашнего ГГ года, смотрите, они на главный все. Не оценили ввода, там что-то нейместника, расписание во сколько что в записи. Так, Кул Ти извиняется за свой интернет. Культурный Кул Ти сегодня какой-то. Хороший день. Кул Ти говорит, главное не результат, а удовольствие от игры. Стрелок говорит, вот и я так даю. Так, Кул Ти говорит, тоже для него лучше не считая ПВЗ. А что ПВЗ-то не так? Не, ну уж ПВЗ на самом деле может, конечно, есть крутейший из Эргис Крым, очень тяжело, но по-моему в ПВЗ процессами можно играть. Сейчас. Так, здесь у нас гейт Нексус второй базе у Кул Ти. Опять какой-то странный гейт в каком-то страннейшем месте. Зачем, чтобы снизу выбили тебе его танками? Не очень вижу смысл большой в этом. Нексус второй базе у Кул Ти. А сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, это карта более защищённая такая, я бы сказал. Так стрелку, наверное, попроще будет. Контролят третья, Нексуска, Окул-Ти поставят Окул-Ти. Призму Окул-Ти и Робо-Бэй. А, это Харас вообще с дестабилизаторами. Застройку от Хараса риперами. Но если это и застройка от Хараса риперами, она слабенькая, я вам скажу. Хотя, хотя как слабенькая, посмотрите. С другой стороны, в этом есть интересный момент. Когда есть Мазеркор, вот представьте, рипер прилетает, как он на мейн попасть? Может, вот здесь запрыгнуть сюда или вот здесь сюда? А здесь два пилона. То есть, если ты не слоу-кулк, как бы, и вовремя ставишь оверчарж, то рипер просто погибает. В этом плане, да, интересно получается. Опа! Хороший какой-то интересный билл. Окул-Ти тоже тут. Смотрите-ка, прям, что он делает. И здесь у нас, так, здесь у нас два гейта. Здесь у нас файлайтик, блинк будет. Ну, просто против этого товарища. И вот этого товарища тяжело что-либо сделать. Хотя опять в пилоте какие-то дропы пошли. Так, не надо ругаться, обзываться. Наверное, Рево просто скандального рифчика врубил тут. Сначала хочет забанили, потом хочет, чтобы разбанили. Рейвен у нас сейчас выйдет. И, кстати говоря, обсервер поэтому зря здесь находится. Сейчас пилоти его сразу же потеряют. Сразу же только Рейвен выйдет, моряки его убьют. Так и есть, да, обсервер падает. А он был в рейнже атаки, поэтому автоматически моряки его уничтожили. Все здесь везде, уже не на патруле. Лимита больше, чем у Кул-Ти. Пошел реактор, а что у нас? А вот летит, летит призма с дестабилизаторами. Но здесь вот интересное здание. И сейчас телепорт 50 энергии стоит. То есть, легко просто телепортнуть сюда рабочих побольше. Но что сможет сделать Кул-Ти своими дестабилизациями? О, да нет, здесь, посмотрите, у стрелка просто везде. Тут от Хараса просто идеальная защита. Смотрите, прилетает Кул-Ти. Еле улетел сейчас. Просто еле-еле улетел. Минус призма и минус два дестабилизатора. Бедняги. Бедняги. Здесь был еще один циклон. Короче говоря, дроп Кул-Ти вообще не очень-то прошел. Я бы сказал, телепортов я никаких не вижу. А на самом деле обязательно это нужно делать Кул-Ти. Почему? Потому что экономика тут слабенькая очень. И нужно начинать добычу. Я не знаю, чего он ждет и почему. Вот, наконец-то. Так, а куда он повел? Куда ты повел? Здесь же проехать нельзя, ё-моё. А, он дистанс майнингом уже занимается. А что Кул-Ти тупит-то, я чуть не пойму. Вот же висит 200 энергии. Все, телепорт не рабочий. Ну, Кул-Ти не играл в армаду просто никогда. Он не знает таких элементарных шагов. Здорово, Сань, спасибо, что с нами, со мной. Игры сегодня должны быть не менее интересные, чем вчера. Единственное, без топ-4 игроков. Но посмотрим на других, ведь у остальных тоже шанс пройти должен быть. Ведь 8 у нас участников-то будет. Так, Кул-Ти еще один Нексус заказывает. И тут вместо этого тупого дистанс майнинга нужен телепорт рабов был просто на золото. Кул-Ти бы сейчас экономика взлетела просто к небесам бы. И сейчас посмотрите по лимиту какая ситуация. Стрелка больше боевого в два раза. Рабам тоже очень близко. То есть тут Кул-Ти разве что он может на перспективе как-то обогнать. Хотя, когда вот это все заработает, Нексуса вот эти все. Здесь очень-очень медленно все раскачивается прямо. Добыча какая. Ну добыча у Кул-Ти уже повыше за счет доллара, что дистанс майнинг идет. Стрелка очень много рабочих газов. Хотя у Кул-Ти тоже газ везде добывается, как ни странно. Но тут золото решают, конечно, сильно. И Стрелка пока я не вижу, чтобы... Хотя нет, сейчас три мулы. Сейчас, конечно, с тремя мулами. Естественно, быстрее Стрелок Кул-Ти начнет добывать. Флитбикон пошел интересная какая-то тема. На третьей базе Кул-Ти тоже глупость делает. Сейчас на самой ближней базе, на которую Стрелок-Ти и пойдет атаковать, он строит весь продаж. Старгейп и Флитбикон. И вот где здесь запили на второй, на самой дальней. Представьте вот эта вторая база. Только дроп сюда может пройти. Либо через мейн, все, убив, можешь сюда обойти. То есть как раз для производства каких-нибудь Темпестов, Карлеров, не важно чего. И Старгейтов, короче, юнитов. Это идеальная позиция. Так, Стрелок подвигается вперед. Кул-Ти пытается перехватить. Минус танк делает, но... Так, просканил Стрелок. Да нужно идти вперед. Бояться тут нечего. Здесь циклоны, танки, юнитов вообще много. И Стрелок идет вперед. Ой, какой выстрел сейчас... Ё-моё, вы видели, что Кул-Ти сейчас сотворил? После таких выстрелов и идти-то вперед перехочется на самом деле. На блинке очень четко тоже уконтроливают. Но продакшн-то вот он весь здесь. А Стрелок зря Стрелок передумал сейчас вперед идти. Вот он может за это поплатиться. Почему? Потому что он дает добываться множеству баз. Об этом он вообще не знает. Здесь продакшн гигантский. Просто начался. Армор уже на Старгейты. Четыре Старгейта, между прочим, работают. Тут нет на месте Кул-Ти еще второй бы кибернетку запилил. И вообще в Грэйды бы на воздух пошли просто царские. Так, контроль карты от Стрелка. Давайте посмотрим контроль карты. Стрелок сканет. Контроль карты он вот. Сенсор Тауэр и все. Ничего особо нет у Стрелка. Туреток 0 на мэйне. Обратите внимание. То есть уведены были эти циклоны. Стрелок да заказал туреток. Рабочих всех собирает на четвертый период. Размеренно все, я бы сказал. Но очень четко. Главное, чем воздух Стрелок контрить будет. Не понимаю пока, если честно. А у Кул-Ти давайте глянем. У Фи-5 уже. Дилка одного дропнуть успел на мэйне. Талкер приводит покусить туретки, кстати, в Кул-Ти. Лечет для того, что призмой характер, что ли, не знаю. Можно Гаста забирать с Талкерами, а не с Грэйдами. Гаст и без. Билл без Грэйдов. Тиран на ранней стадии. Так, в Кул-Ти рабочих исключительно покусил. Это была отдача лимитов в тупую. Стрелка 1-1 делается. Стрелок просканил Кул-Ти очень много раз. И он видел, что здесь выходят в Кул-Ти воздушные войска. Стрелок забирается готовиться к этому всему. У Кул-Ти уже чисто такая армадная тема, между прочим. Но он очень слабо делает Грэйды на воздух. А вот второй он, кстати, кибернетку вторую добавил. Уже второй. Вру, неслабо. Я не заметил, что вторая атака делается уже. 2-1, в принципе, и поля. Это неплохо. Плюс шторм уже. Тут пятый некто с Кул-Ти начинает добывать. 10 газов у него суммарно добывается. Правда, на Мэне уже газ почти кончился. Но это говорит о том, что он сейчас может выйти во всём. Ну, посмотрите, как, опять же, неэффективно. Вот, наконец, Кул-Ти кибернетки забустил. Атака готова. Нужно третью сразу заказывать. Он заказывает третью. 2-1, Грэйды уже здесь. Скоро армор будет готов. Старгейтах я не вижу продакшена, ошибка. Стрелок выдвигается вперёд. И у него очень много юнитов. У него викингов 16-8, либераторов. Они воздух снести могут, кстати говоря. Тем более Кул-Ти, ну, очень прям не вовремя начал морфить. Сейчас Мазершип. Стрелок его сразу вынес. Либераторы выносят. Викинги выносят. Темписты не выдерживают такого прессинга. Просто, смотрите, их недостаточно было. Грелки должны были быть, чтобы либераторов снять сразу. И стрелок просто пришёл и Кул-Ти ГГ пишет. Всё, это ГГ, ребятки. Вот тебе и армада. В армаду нужно выходить умеющие, а не без ничего. Как-то Кул-Ти хотел выйти, я даже не понял. То есть, если ты выходишь в армаду, ты делай тогда войск больше именно воздушных. Кул-Ти, что-то здание какие-то строят, базы там, пилоны. Нужно все бусты в юнитах. Недостаточно Грелок, всё, ГГ. Сплитанул хреново, ГГ. Мазершипт вместо Мазершипта, ГГ. Стрелок на опыте пришёл и просто забрел. Сколько этот надестабилизировал? 27. Он полезнее, чем вся армада была, этот дестабилизатор в игре вот этой. Стрелок убивает Кул-Ти, Кул-Ти пытается сопротивляться, но это просто невозможно, потому что гравиды делаются. На вылете всё уже сразу же сбивает. У сканов, у стрелка много, бас тоже много, 4 штуки. Всё. Здесь Кул-Ти уже не выиграть. Сделки не помогут ему абсолютно никак. И даже учитывая запас ресурсов его. Так, опять Кул-Ти дропает. Что ж такое-то? Чё Кул-Ти дропает-то? Чё Кул-Ти дропает. Да, ну тут ГГ надо писать уже на самом деле, третью ночь. Нет, Кул-Ти отвис, посмотрите-ка. Каким-то чудом Кул-Ти отвис. Сгона 111 по лимиту. Стрелок уже викингов сажает на землю. Они начинают уже по земле всё пробревать. Викингов просто невероятные какие-то количества. Банши по воздуху полетают. Даркшрайны падают. Всё падает. Минки закопаны. Дестабилизатор. Он ещё 6 юнитов. Это викинги подбревают. Охренеть. Если кто здесь и выиграет игру, то этот чёртов дестабилизатор мог. Но он погиб. Всё, игру уже больше не выиграть. Здесь минки убивают 100 херов. Здесь вообще минок до хрена. Плюс гост есть. Ничего не сделать там, в общем-то, по земле. Часть викингов в воздухе висит. Здесь Кул-Ти приходит, пытается минки убить. Здесь стрелок минки копает. Они делают далфу. Просто жесточайшие, кстати говоря. 85-145. Да нет, здесь Кул-Ти делать нечего уже. Стрелок Банши строит. Много ещё он там строит. Третья атака на воздух пошла. Кул-Ти восстанавливает базу. Стрелок просто не знает. Вот про что. Смотрите, а здесь уже всё. Это ничем не поможет. То есть золото вообще ничем Кул-Ти не помогло. Грейдов-то у Кул-Ти столько. Сколько? 3-1-1 по земле. По воздуху 3-1-1. Но армии нет. Но не успел воздух отмасить. Ещё там момент был. Там было пару-тройку грелок. Нужно всегда видеть выход тирана. Кул-Ти его увидел по факту. Кострелок его вот на этой базе начал атаковать. Такого бреда вообще и придумать нельзя. Для процесса. Хуже. Почему? Потому что там Либераторы с флэшем. Викингов убрали просто. Простите. Грелок в секунду убрали с флэшем. Если бы они где-то были бы расплещены. Там эти грелочки. По бокам стояли от Эмпестов. Да? Там налетели. Совершенно другой эффект мог быть. Если больше пьюнитов было. Ну, здесь стрелок Минки. Викинги из Банши идут добивать от войнышка. Гасты по земле. Гасты и ЭМП кидают по Архону. Один там викинг. Вообще по земле идут. Банши инвиз врубают. Стрелок двигается вперед. Есть шторм. Я вижу фидбэк. Шторм. А, есть. Но энергии нет на шторм. Нужно проблевать. Штормить начал стрелок. Эмп надо в шторм кидать. Ну, как ни шторми. Даже если как бог будешь штормить, я не знаю, то не убьешь никак. Пулти сливает Архонов. Банши просто невероятное количество у стрелка. В типичном его стиле он сейчас забревает пулти. Счет 1-1 становится. Интрига. Ребятки, как в первой игре изи было для пулти, так и во второй изи для стрелка случилось. Какая-то прямо заготовочка. Ждем решающую. Продолжение следует. Ну что, третья решающая. Поехали. По сетке. Сейчас я посмотрю, ребят, что происходит. Так долго у нас эта встреча идет, что уже многие дальше прошли. Лестер 1-0, револьвер. А почему Лестер 1-0, револьвер? Кто-нибудь видел, как Рестер с Ревой сыграл? Может, поэтому Рева хотел, чтобы его забанить. Титан против Арктура будет биться сейчас. И я думаю, что если он выиграет Арктура, я почему-то не сомневаюсь, что он выиграет Арктура. То он будет биться победителем Култи и Стрелок. Почему? Потому что там Хейс Син дальше. Хотя он Майстер Лига, но могут быть сюрпризы. Кстати, Турция, флаг Турции. А почему Турция? Не знаю, почему. Ну пусть Турция будет. Может и с Турцией. Сливка выиграл первый тур. Скоу, наконец-то, будет играть победитель Александра. По нижней части сетки Тиран Вик идет. Кстати, интересно, там будет у нас четвертьфинал. Тиран Вик, если пройдет дальше, с кем-то будет играть. Касса и Лейзер пока не сыграли. Димага против победителя Касса и Лейзера. Блайс Пелсингер. Короче говоря, уже скоро одна четвертая у нас намечается. Но мы пока смотрим еще только-только второй тур фактически. Счет 1-1. Гейт Кибернет Коукулси. Ну да, опять против Рипер Пелон. А вот сюда Рипер прыгнуть не может. Интересно, около Гейта, чтобы с этой стороны залететь. Не уверен я. Может и не может. Стрелок не играет в Риперов. Стрелок играет Марик. И факт. ЦЦшечка. Култи пряныкает пробку. Пытается выйти сейчас. И, кстати, он мимо Марика пройдет. Но ему навстречу второй идет Марик. И он убьет, конечно же, пробку. Бункер на лоу-граунде против адептов. Бункер на лоу-граунде против лейзера. Так что, кому интересно, смотрите. Мы смотрим култи против Стрелка в данный момент. Счет 1-1. Как я такую серию не могу не досмотреть, естественно. Минус КСМ-ка. Адептики строятся. Резонирующие глифы. Скорость атаки адептом у култиста играет стандартно. Сейчас пытается култи сыграть. И это, кстати, будет дроп адепта Харас, видимо, кстати говоря. И если култи полетит с призмой, то вот это может быть случайно замечено. И тогда этот ход не сработает конем. Опять култи дропает. Сколько же его дропает-то? Титана будем стремить, когда будет кто-нибудь, кто может ему сопротивление оказать какое-никакое. Кстати, если Титан выиграет Арктуру, а култи выиграет Стрелка и култи выиграет дальше, то Титан может попасться на култи, который его обидел в четвертьфинале Бабролиги, между прочим. 3-0 убив. Блай 2-0 с Пелсингера выиграл, смотрю, в Венерах. Лестер Душе играют. Будет победитель с Блаем катать. Сканет стрелок, куда сканет? На мейн сканет. Видит плюс гейты. Грейт он тоже вилл. Я пока призму уже полетела с четырьмя адептами вперед. И знаете, в чем проблема? В том, что если култи успеет подварпить, успеет дропнуть адептов, то они могут очень серьезный демэш нанести. Ведь вся надежда стрелка на то, что он призму собьет. Но циклонов выставлены грамотно. На патруле ездит контроллер. Отвеллер. Адепт может многое. Не все, конечно. Ой, сейчас адептики куда прилетят, ребятки. Три штуки. Стрелок не готов их снизу встречать. Захватывает тот, который... Так, циклонов уже три здесь. Но сколько култи рабочих-то наубивал, это жесть какая-то. Адепт еще на мейн успел телепортнуться. И еще три ксм-а култи успел. Четыре. Охренеть. Да это же дичь какая-то. 16 ксм-а култи прилетает и убивает стрелку. Ну вот вижу, что стрелок абсолютно к харассу адептов не готов. И в первой игре тоже он был не готов. А здесь совсем беда вместе с когда-то с резонирующими глефами со скоростью атаки адепты дропнулись. Вообще плохо. Стрелки стало. Три опять попытается култи. Но култи вот о чем не знает. И это очень важный момент. Это ключевой момент, я бы сказал, в этой игре. Как только об этом станет известно или неизвестно, станет понятно, сработает ли этот ход вообще. Адепты вниз телепортируются. Две штуки теперь телепортнутся. Култи покусит ксм-а. Красавец просто. Посмотрите, сколько он... Ё-моё. 27 в этой игре ксм-а култи стрелку убил. 27 уже. Это хэпис только не нажигает в такой минуте зергу. 6.30, посмотрите, по времени. Култи третий. Нексус добываться начинает. Делает коблинг. Имморталы дгиты добавляются. Все вроде замечательно. Ну вот что здесь происходит-то. И по боевому лимиту стрелка все нормально. Ксм-ки нужно восстанавливать темпами активными сейчас стрелку обязательно. Так, ну что, архивы темпларов строятся на третьей базе. Култи. Култи. Четыре гейтани раскрытых на второй в кармане. Семь общей сложности. Делается шторм. Шторм, это, конечно, все интересно. Но по грейдам как-то не ахти. Ситуация у стрелка, правда, вообще только армори строится. Вот он вылетает с Сэшкой на третью, пытается занять. При этом все мутета сказывается просто невероятно. Спасибо тебе за предложение. Я подумаю просто, нужно что или нет. Вроде как, как бы, все есть более-менее. Да, формить можно, но StarCraft, StarCraft вид самое главное и качество. Я подумаю, может что-то нужно будет. Может турниры какие-то, если будем делать там, да, там или что-то такое. Посмотрим, что у Мэджика там. Спасибо тебе, короче говоря. Четвертый Нексус Култи занимает. У стрелка 4 Сэшки получается так же. По рабам почти одинаково, по лимиту почти одинаково. И вот представьте, представьте, если бы Култи не наубивал столько бы рабочих, это могло бы... Точнее, у него вообще очень плохо уже все было. Да и так-то, на самом деле, ситуация не ахти. Разве что у Грэйды, у Култи там и т.д. Но по лимиту он не сильно-то впереди. Микс не сильно крутой. Гасты появятся и Шторм будет законтрить стрелок. Там вообще будет ситуация фиговая. Пару бы дестабилизаторов Култи не помешало. Вот вижу вторую робу, он ставит на второй базе. У рабам 76-71. Четвертый Нексус начинает добывать. Вот смех тиранов нужно и пятый сразу ставить. То есть ставить, ставить, ставить чисто подряд. Так, Култи встягивает свои войска. Он думает, что он в лоб может убить. Он очень сильно заблуждается сейчас. Только с 200 он мог попытаться, а не убить. Призма с имморталом. Здесь Култи не входит в зону действия. Вот сейчас юнита одного поставил. Стрелок его видит. Может просканит сейчас. Сталкер один заходит. Заходит Култи. Там очень много всего. Ломиться смысла не вижу. Есть две призмы, собирается дропаться. Но здесь прикрыто, все замечательно. Здесь Либератор. Ё-моё, у тебя тут хоть три призмы сюда привези. Все равно можно не пробить. Это в Ходсе работало. В Лотве это может не сработать. Заходит Култи. 200 нету. Куда ты лезешь-то, блин? Вот это 200 Култи. Чего лезет, хрен за... Призмы летят прям в танки. Ну, кстати, призмы в тему здесь летят, я вам скажу. С имморталами. Начинается варп еще в тыл сопернику. Делков много варпится. Сталкеры зашли в лоб. Делки плюс имморталы. Култи-то хорошо, как стрелка. Побсмял сейчас. И призма одна живая до сих пор. Либераторам нужно позицию в другом направлении сейчас поменять. Занять занимает. Иммортал тут в рейнже Либераторов. Оказывается, зелки оказывают 115-113 по лимит. Култи давит при этом. Пятый Нексус занимает. На второй базе рабочие у стрелка кончаются. Сейчас, если Либератора в пулти выбьет, вообще все плохо будет у стрелка. А Либератора в пулти выбивает всех практически. Всех выбил. Все. ЦС-шка поднята. Нужно что-то делать. Эти морталы наверх прилетают. На рампу уже култи забирается. Нужно призму сохранить. Призму не сохранил. Нату редкий отдал. Танки нужно отпокусить. Стрелок чудом выживает. И парабам. 67-76. Тут култи не додавил. И никакого ГГ здесь ближка даже нет. Так, понял тебя. Ну, найду потом. Хорошо. Уходит култи. ЦС-шечка висит. Угу, угу. Нужно выходить заново сюда. Стрелку. Посмотрите, он здесь... О-о-о-о-о. Неужели култи ничего не заподозрил? Нет, ничего не заподозрил пока. Уже давно пора заподозрить, что стрелок как-то жирновато живет. Для трех баз, которые угоняют еще постоянно. Лимиты что-то у него много. Не, ну култи четко, конечно, пробил. Но все равно это не победа еще пока. Не победа. Если бы стрелок Грайды еще делал бы поактивнее. С двух армолей. С трех перебор. С двух начинает он атаку. Воздушную и наземную броню. Все по единичке юниты будут. Нужно больше и Либераторам Грайдов, и наземной технике. Вот в чем минус Меха, наверное, в Лотве. Но это переборы. Если еще на Меха одинаковые, на воздух и на землю, как хоть и Грайды будут зергом, то вообще будет просто ад. Либератора сразу с тремя атаками вместе с землей. Тут можно только атаку делать. И нахрен ничего не надо. Больше. Ну, до определенной стадии. Потом все троечки. Нет, с Грайдами абсолютно верно, я считаю. Копится стрелок. Улти приходит. Видит, что стрелок еще не вылетел. Стрелок здесь все... Ё-моё, посмотрите, здесь просто... Квулти, вот, Квулти что-то походу понял. Что-то, говорит, здесь Квулти не так. Что-то стрелок как-то там сидит сверху и вниз-то не выходить даже не собирается. А это очевидно, что когда такая ситуация, там всеми силами тиран вниз будет выходить, если не выйдет, ГГ напишет. Опять, короче, что-то лагается. И смотрите, Архонов какой вид интересный словил. А не полупрозрачные какие-то вот в данном положении. Бегут зелки, вон там и Мортал сверху стоит. Ну вот, атака, кстати, Таукулти почему удалась? Я говорил, что не получится. Потому что либераторы не перекрывали все пространство. Они только спереди перекрывали и Мортала. Сзади на халяву разгромили все. Плюс Довар пошел. То есть, если Призма фокуснул стрелок, было бы гораздо проще. Но такое, либо ты заранее должен знать, чтобы вот так вот сделать, фокуснуть, принять, либераторов разложить. Либо просто невероятную реакцию тигра продемонстрировать. Но стрелок не тигр, стрелок Евгений. Вот, и Култи ничего проверять не пошел. Самое интересное, он бегает опять здесь рядом. Причем у него много архонов, а скоро они вообще не будут решать, что самое интересное. Когда вот этих ребят станет поболее. Или все-таки Култи пошел? Нет, Зелком решил проверить. Посмотрите. Найдет базу новенькую, дальнюю не найдет. Но у стрелка 200 уже почти при этом все. Зелок приходит. Култи видит, что стрелок здесь живет. Там призму отдал, так нужно идти выбивать стрелка. Там-то еще один Зелок здесь все выбьет. Нет, Зелок очень долго здесь все будет выбивать. Ресурсы-то добываются, мулы таскают при спокойности. Посмотрите, у стрелка добыча до сих пор высокая больше, чем у Култи. Смотришь, Култи пятую занял, Култи шестую сейчас занимает. А стрелок выход делает, его 200 почти. Дал 200 скопить Култи. Ну, давай теперь. Дал 200 скопить Култи. Давай сиди, терпи. Почти что рифма. Ну, не совсем. Так, и Лейзер 2-0 касс, говорят. Ну, и Лейзер финалист Бобролиги. Хэппи чуть не забрел. И Лейзер очень силен. Так, стрелок идет. Газ давай сейчас спалят своего рабочего. Вот эту базу пока палить не стоит, потому что здесь газ есть. Призма от Култи летает, что-то он пытается сделать. Но здесь и викинги, и либераторы, и туретки, и вообще минус Призма сразу. Куда она летела? Призма самоубийца какая-то. Нео там из матрицы летел. Матрица-то там нет никакой. Там туретки только. Сталкер нео. Но он не избранный. Вот они избранные. Чтобы быть разгромлены тирановскими войсками, гастами плюс всем остальным у стрелка. Вот в миксе минус вот. Вот это слишком много лимита слабенького. Ну то есть колбата танкуют, но если Култи правильно микс делает, они будут не очень. Но если микс будет у стрелка правильный, а Култи такой из задних архонов, и ИМП будет заходить, то шарики будут лопаться просто невероятно. Так, гасты, стрелка подходит с Псиштормовиков за ИМПшел. Здесь Дарди Лох выбивают базу, стрелка 200. Почему он вперед не идет, еще не пойму. 200 шлемита. 2-1, 2 грейды делаются, но на воздух. Ну Баншам 2-2, замечательно, что у Култи 3-1 грейд. 3-2 сейчас будут. Банши летят вперед. Апсервер всего лишь один. Призму еще раз забирает. Апсервера нужно убивать Култи. Апсервер разбрил стрелку Апсервера Култи, я имел ввиду. И Култи отходит, и что? Как отбиваться-то? Вот шторма 4 есть. Есть запас, и только благодаря этому Култи может отбиться без шторма. Как сейчас же штормить? Можно в стеке? Было стрелок какой-то, стек делаешь. Сколько дэмэджа стрелок получает? Сплетани ты хоть как-нибудь. Сплетанул. Култи криво дерется вообще сейчас, но ресурсов очень много у Култи. Это будет сейчас и сказать. Сколько гейтов у Култи? 19. Ой, это много. Култи подготовился к вырыву стрелка. 19 гейтов, но не все открыты. И куда варпить? Сейчас нужно с двух сторон как-то стрелка армию встречать. Очевидный это момент. Часть у сталкеров можно и нужно вниз уйти. Култи пытается обойти в спину. Сейчас рабочих можно потерять. Вот этих 80 у Култи. Куда столько много-то? Боевой лимит пригодится больше. Сюда новый до варпы. С двух сторон отсюда и с мейна просто заходим. Сначала вот отсюда выходим, а потом сзади в спину бьем. Култи стрелка принимает. Вот нужно биться. Идти вперед. Что Култи и делает? Штармы пошли на банши. Новая. Здесь есть пилончик, но без нексуса. Варп будет медленный. Банши разваливаются. Ап серверов стрелок не может выпускнуть. Ему нечем это сделать абсолютно. Абсолютно теряет всю армию. Култи разбревает. Запас хороший. Нексусов миллиард. Вот здесь новый восстановлен. То есть Култи затащил на макро сейчас. 80 рабов зарешало. Но вот вовремя стрелок базу убил. Култи и боевой высвободил. И вообще отбился. А то б так Култи с 80 и слева. Все уйду, наверное. Ап серверы прилетают на туретке. Один отдается. Второй вышел. Култи отконтролил. Заходит уже. Здесь один танчик. Минус танчик. О, напряженно так, да? ЦЦшки падают. Это уже ГГшечка. С большой вероятностью. 2, 3, 1 дрейды. Култи идет прокси нычки проверять. У стрелковод одна. Одна дальняя. 102, 181. Вот экономика Култи сейчас зарешал. В первый Старкрафт тоже мне чем-то напомнило. Очень часто игры бывали. Да и в Воле, я помню, такие у меня бывали. Да и в Ходьте бывали. Давит-давит Тиран. Мех Тиран. Но ты вышел на хорошую добычу. Хорошую оборону. Обороты добычи. Оборона хорошая. Грейдов надел. Ну и там уже по ситуации решение принимается. Где как драться. Размены, не размены. Архон мод смотрел, но это давно было. Неужели Кулси дропнет? Дропать лучше не дропать, конечно. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Так. Отпустила в итоге все-таки Кулси. Отлично. Хорошо, что подождали. Заново не стали пересоздавать. Ну что-то у Кулси с интернетом. Ну вот вроде тренится. Смотрите, уровень неплохой. Блин, ну что ему за невезение? Это с интернетом постоянно Кулси. Не понимаю. Ой, Стрелок только-только... А почему такой поздний-то Грейд на Банша? Мув. Посмотрите, как они быстро сейчас летают с этим Грейдом. Стрелок выбивает Фатонку раз. Выбивает пробок. Култит. Бывает Фатонку два. Но здесь-то две добывающие базы никто не отменял пока. Култит. Достаточно баз вполне. Стрелку фокусить СС-шку. Нужно забрать. Конечно. Култит подблинкивается. Подблинкивается. СС-шка падает моментально. На второй базе здесь нету. Восстановил добычу Стрелок вот где. Но заходит Дарк, накапывается на Минки сейчас. Минки его убьет. Не убьет. Не важно абсолютно. Сталкеры Минки ловят. Здесь нужно подблинкнуться частью. Все, Минки все падают. Култит пошел что, Банши ловить? За смысл Баншит ловить? Стрелка не идет, не убивает. Непонятно вообще, что происходит. Зачем Култит уходит-то? 200 по 6, 78 лимитра. Пользователь чип 59 раз активировал премиум на ваш канал. 59 раз. 59 рус. Так, заходит Култит. Апсов с мувом. Просто невероятное количество. Боится, что Апсов будет Стрелок как раз таки фокусить. Заходит уже в лоб. Не собирается и не тянет. И дальний база. Агрессивный блинк. Вперед идет. 3-3-1 грейды. У Стрелка 2-1. Грейды слабенькие. Против грейдов Култит. Ну и сминает в лоб, конечно же. Стрелок в аншаме пытается добить ГГ. Пишет по-русски. Тиран Вику 1-4 я вижу сейчас. Димага Элейзер Касса. Блай против Лестера. Димага с Элейзером. 2 ЗВЗ в верхней части сетки. Это уже 1-4. То есть полуфинал будет также ЗВЗ у нас. 2 Зерга уже точно прошли. Кто это будет? Интересно. Зергов до хрена, конечно. Посмотрим. Снизу сливка Зерг. С Ку выиграл. С Лиссандра будет играть. Ну посмотрим. Больше Зергов я не вижу пока. Так, захожу в игру. Кто здесь у нас? Так. Мэджику напишу. То есть, как в игру. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так Короче, ребят Кто хочет Вверх глянуть Идите к Мэджику Я сказал ему, что вместе с полуфиналами Все стримил Я вижу, что там уже 4 зерга Просто сверху Я думаю, что там недолго будет Мэджик сюда успеет прийти А я пока посмотрю, что здесь происходит Лиссандра против Сливка Я думаю, имеет смысл посмотреть сейчас Тиран Вик ждет уже там тоже победителя Титанчик с Арктуром Кул Ти против Хейс Син будет играть Сейчас Кул Ти напишу Ну что, Сливка Лиссандра Мы посмотрим сейчас Кул Ти против Хейс Син будет Титан с Арктуром Я не знаю, что там Я думаю, что Сливка Лиссандра Это сейчас центральный матч В нижней части сетки Что осталось, по крайней мере Вот Поэтому жду с нетерпением Кто хочет верхнюю смотреть ЗВЗшки Идите к Мэджику наверх Сейчас Китбэт гляну Есть ли ставочки Кто-нибудь пилит Нет, напишут Нет, никто еще не пилит Идите к Мэджику Отписал проставки Может успеют запилить на полуфиналы Там на верхнюю часть сетки Я не знаю Одна четвертая началась Снизу еще до одной четвертой Нужно добраться Только Тиран Вик пока Кстати, Тиран Вик очень четко А теперь смотрите Дану выбил поляка Еще Тиранщик ХВ ХЦ И вот сейчас победитель Будет тоже с Тиран Виком биться Между прочим Так, сейчас приду, ребят Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, прошу прощения Субтитры сделал DimaTorzok 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 участвовать. Лиссандра заходит на мейн. Адептами Хараса очень много. Сливка окружает. Очень неплохо. Адепт Лиссандра покусит дронов, но адепты падают все. Успел Сливка подгрызть. Хорошо, кстати, сгрызть по рабочему плюсе. До сих пор четвертую хату ставит. Вижу Гидроден пошел. Делается мув. Кстати, Сливкин Сливкин переписку еще посмотреть. Еще два часа, а то двое. Ну, за два часа можно попытаться квалифицироваться. Что я могу тут сказать? СН3 варпится все новое и новое. Здесь у нас две фаржи добавляет. Лиссандра делает блинг. Скорость атаки Адепт, кстати, не была сделана со скоростью атаки. Ой, как они хорошо рабочих и намного лучше, я бы сказал бы. Убивает. Здесь интересная стенка, кстати говоря, сплошная. Только вот здесь вот проход есть и здесь. Здесь вот проход закрыть надо, что вот этот только остался, видимо. Да, гороспуск к четвертой базе близко подходить. Здесь он нафиг не нужен. Там и обойти можно. Просит Лиссандра паузу. Игра. Поэт. Белый поэт. Ну, значит, и лейзеркасс еще не зарепостили, поэтому в сетке результата нет. Копец, ливка юнитов. Грейды делать не надо. Надо сейчас все имба, как бы. А тираны были имба, тогда... Конечно же, грейды не надо против тиранов было делать. Какой смысл вообще? А сейчас все имба, поэтому грейды только в спайре можно делать. Юнитов, которых ты не строишь. Вот тогда они точно зарешают. А нахрен, ну вот эту всю шляпу вообще не надо ничего. А нахрен, ну вот эту шляпу. Ну что, гидра минус иллюзия. Сливка начинает добывать газ на пятой уже базе. И 13 муталисков. Я наблюдаю интересный свист. Сейчас идет мут и масс-масс-масс будет. Ставит два эволюшена и инфистейшн. Кстати, масс-мута. Может быть, Сливка Блая посмотрел, и он понимает, что масс-мута плюс хайф, а инфистейшн уже пошел. Это плюс вайперы и караптеры. Вообще, тема тяжело контрящаяся воздухом, просто только землей. Вот. Ну, земли, кстати, у Лиссандра много. Так, три Феникса висят уже. Четвертый строится. Лиссандра Сливка прилетает. Фатонка одна есть. Еще одна заказана, кстати. Спалил, судя по всему, Лиссандра. Тоже Сливка свитч мутку делал. Фениксы подлетают. Муталис к минусу. Нужно сразу, нужно Мазеркор приводить сюда. Боится Фениксов отдавать Лиссандра. Но теряет за это пробок. Очень много, между прочим, пробок он теряет. Верча же очень много выставил сейчас. При этом всем Лиссандром. Утка очень демоджная. Рабочек 10 пробок сейчас потерял. 65, 84, было 75. Почему четвертый Нексус до сих пор просто не ставит для меня загадку? Он стоит здесь и обороняет пустого места. Уже давным-давно можно занимать было бы. Димага и Лейзера, как ну спасибо, Стебен Уль, за информацию. Это очень хорошая новость. Почему? Потому что хотелось бы, чтобы наших больше прошло. А участвуют в отборочных не только наши, там и корейцы. Нет, корейцев не было. Ну и французики, там и поляки. Кстати, немного, немного. Но можно было больше позвать на такой призовой. Но не стали мы заморачиваться. Всех там звать, что-то вызывать. Кто смог, тот пришел. Уже многие знают, как бы. И поэтому все окей. Отлетает немножечко мутка. Тут третий Нексус. Лиссандро нужно отогнать мутку сейчас. Свич в масс-мутку не очень-то получился фактически. Еще один муталиск падает. Фениксы есть. 2-2 грейды готовы. Я надеюсь, Лиссандро понимает, что на 2-2 грейдах можно и выйти вперед. У сливки 1-1 куготь. Грейтер спар сейчас делается. То есть, вроде как, все по плану. И еще почему-то же Димага 1-0 к окну. Хорошо, потому что ведь Украина Нейшн Воры играет. Который я тоже стримлю. Который уже после Нового года, 2-3 января продолжится. Где Украина плывет, между прочим, играет. Хорошо, что и Димага, и Касы все набирают форму сейчас. Это очень радует. Сливка закопал Люры. 4-3 штуки. Еще там несколько. Доделались только-только. Лиссандр приходит. У него 2-2 грейды. Атака очень опасная. Апсервер Сливка фокуснуть не может. Ему нечем фокуснуть этот апсервер. И Лиссандр... Ой, как тут Люр. Как он Дилков кумарит. Дилки. Дилки отдельно дерутся. Сливка пытается пойти в размен. В размен пойти тяжело. Где апсервер забирает все-таки Лиссандра. Четвертая база у Сливки падает. Очень выверенная атака. 187-156 по лимиту. Здесь лимит очень слабый. В размен пришел. Да и грейды тут 0-1 у Роучи. А у Лиссандра 2-2. То есть все юниты, вышедшие вновь, будут очень сильные. И 4 пиончика здесь есть для оверчажей. Даже больше. И наверх уже заходит Лиссандра. И Грудов не наморфил Сливка. И люры у него особо нету. И все. Это ГГшечка. Это 1-0. Пользу Лиссандра скорее всего сейчас будет. Так. Люркер Денф опуснул сейчас Лиссандра. Сливка на муми пришел. Прям в армию Гидрой. Развалился. Здесь нужно, конечно же, энергию всю Мазерфором истратить. Плюс Грелка, плюс Феникса. Это все легко будет отбито сейчас. Ну не без потерь, конечно же. Но с минимальными. И здесь Лиссандра дожимает. Иначе он бегает зад-вперед. Так. Здесь Грудлорду добили Архона. Люраут у Сливки есть. И Лиссандра смещается, убивая новые базы. Вот этот. Хату-то покуснуть надо. Так. Роучи падают. Опа, немножко. Да, Рабочих выбил здесь. Ну толку нету никакого. 165-105 по лимиту. АПМчик давайте глянем. 175. Лиссандра, кстати, такой, смотрите. Минимальное количество АПМ у него. Грейды больше не делает. На 2-2. Вот встал сейчас. Но, в принципе, учитывая, что экономику убили. Можно третью атаку, первые поля делать в такой ситуации. Атака очень важна поля, а не Архонам. Они всем дадут. Сливка идет в попытке Лиссандра поймать. Сейчас, смотрите. Видит Лиссандра, что здесь Сливка рядом. Блинкается агрессивно на хайграунд. Фокусит Грудов. Сталкерами по земле. Люра моментально уничтожается. Здесь иммортлые Архоны. Здесь вообще до хрена всего и больше. Архончик фокусит сейчас Груду. Нужно добить Груду. Фениксы пролетают. ГЛ. Сливка. ГГ. Ой, ГГ. Я уже говорю. Сливка сдается. Нет, Сливка не сдается. Рюйские не сдаются так рано. Говорит Сливка. Ладно, это круто. Охренение. Не суши. Чиф 59 Рус. Спасибо тебе. Спасибо, что смотришь. Шеф будет, я надеюсь, и дальше. Понятно все. В Лотвии есть что понимать. Жду я инвайта. Так, Култи что-то там. А что Култи играет? Култи играет еще не с Титаном, насколько я понимаю. Блай выиграл Лестера. Ждет Димага и Лейзера победителя. Ну, кстати, если Димага выигрывает и Лейзера, он попадает в полуфинал и он квалифицируется на наш турнир уже. Это будет очень интересно. У Димаги еще мотивации появятся потренироваться. Я бы сказал, что это очень круто. Титан Арктур, кстати, не знаю, доиграли. Нет, все-таки пока нихрена не происходит. Титан в игре. Лиссандра пока не очень... Так, сливка... А, сливка Мукденку смотреть, наверное. Секундочку, ребят. Секундочку, ребят. Пользователь АйАй активировал премиум на ваш канал. Спасибо тебе. Ай-яй. Большое. Продолжается битва у нас. Поехали. Так, не знаю, доиграл ли пул Титан 2-1. Арктура не без труда, кстати, Арктура Титан пробрил. А Артур... 98-го года. Рождение 17 лет Арктуру. Посмотрите. Перспективный игрок. Так, 1-0 Лиссандра. Уже здесь будем смотреть. Кул Титан там с Титаном играет. Пусть играют. Все, одновременно стримить не могу. Прыгать туда-сюда тоже не буду. Не вижу смысла. Прыгать туда-сюда тоже не буду. Зигер, фризы картинки это у тебя наверняка, потому что вчера была проблема такая, ты первый, кто пишешь. Ребята, пишите, если у кого, типа как вчерашняя, это у кого видюхи атишные и просто не тянет, там может быть, и 60 FPS, я не знаю. Такие были вот профризы у кого-то, но вчера пофиксились. Они сегодня тоже вроде жалоб нет. Так что, ребят, если у кого есть варианты, подскажите человеку, я не знаю. Или если у кого-то есть то же самое, тоже пишите. Фину, Фину тоже там лет, короче, как-то немного. Типа 17-18. Субтитры сделал DimaTorzok Заказана спорка. Еще одна спорка, Слипка тут мастерство контроля просто демонстрирует. Адепта убил, наконец-таки, третья хата готова. Криптумор запиливается, королева пошла к третьей. Ну, отлично, что фризов нету. Напомню, что 60 FPS теперь картинка и 4K, битрейт, 4500 я ставил, там проблем было больше, я понизил на 500 пока. Думаю, что достаточно этого качества, я думаю, оно улучшилось, так что на премиум можете смело подписываться. Пробегают линги. Стенка такая хорошая, проход, а вон где проход, здесь сверху, с самого прохода. Делается чарзил камп. Ну, если без изменений, значит, не тащит у тебя. Вот и все, железо, значит, просто такое. Делается чарзил камп. Так, роучи, реводжеры. Линги на хайграунде. Лиссандра делает выход, слив как такие темы, на самом деле, принимает просто изи еще со старых времен. Конечно же, это провал стратегии Протса, у него просто ну, очень мало юнитов, а здесь миллиард роуч и миллиард реводжеров. Ломиться я бы даже не стал бы сейчас на месте Лиссандра. Он без, кстати говоря, он не Архона, а просто имморталы зелки пуш у нас тут такое делает. Нужно идти наверх, не бояться. Главное, призму не отдавать на реводжеров. Зелки прыгают вперед. Роучи много. У сливки он кайтись, пытается. И даже, несмотря на то, что вроде как и лингов нет, и морковы чисто пороучим бьют у 50 дэмэджа, но юнитов недостаточно у Протса абсолютно. Пытается Лиссандра улететь, а Тулка сливка идет в контраток. 55-142, чуть ли не трехкратное преимущество по лимиту. Куба ему 20, наверное, на 100 где-то. Пятикратное. Куба ему 20, наверное, на 100 где-то. Привет, Лиссандра. 1-1. Так, ждем третью игру. Димага проиграла Лейзеру 1-2, к сожалению. Чудо не случилось. Култи я пока не вижу, чтобы выиграл. И полуфинал Блай против Лейзера. Сейчас будет его стримить будет Мэджик. Если хотите к нему заходить, мы эту игру будем досматривать. Задерживать сетку я сегодня не буду вообще ни разу. Пошел в инвайт, заскакиваю. Так, ставочки никто не добавлял, не добавил. Пошел в инвайт, заскакиваю. Игра приостановлена. Так, что-то там, короче, карту не ту создали, товарищи, ребята. Привет, Tempest Zigger. Я же говорю, проблемы с твоей стороны там только могут быть. Скорее всего. И это либо интернет, либо что-то еще. Так, артефакты. Что там еще за артефакты. Что такое-то происходит-то? То не начать, то дропают. Какая-то дичь просто. Жду инвайта очередного. Как-то долго тут у них что-то вот этот тупеж такой я очень не люблю. Титан скулти будет биться. Нужно досмотреть это внутри, так как... Мы уже начали, вы смотрите, счет 1-1. Просто дичька это, сколько перезаходов-то. Все, все готовы, наконец-то. Поехали. 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 Рakukan. Опять. Томыш 3-4-4-5-8-4-4-7-6-5-8-7-8-7. Ну, посмотрите, да, я просто не знаю, что это может быть. Жалобы от единичных людей просто идут. В какой-то момент было от много людей. Дропов у меня нет, и сегодня я даже не замечаю, чтобы писалось там, что проц какой-то там не тянет в зоне какой-то. То есть, такого вообще не присутствует. Либо это со стороны Гудгейма проблемы, либо с Тревашей. Но если бы были со стороны Гудгейма, то тогда было бы большего, естественно, жалобы. Ну, а вас я еще раз приветствую. Короче, можете поддерживать, естественно, турниры наши. Вот эти отборочные можете поддерживать. Призовой 3000 покоя. Вчера до 4-х там увеличили. Вот 200 и 900 рублей, соответственно, призы. Первое, второе место. Как-то так. Вчера у нас были побольше призы. Хэпи первое место Минато. Второе заняло место, соответственно. Квалифицировались также Стрэндж и Изи. Вот. Ну и не только турнир. Можете поддерживать меня и мой канал. Естественно, также отмеченными англоками, подписками на премиум, по реквизитам или через плеер. Третья игра у нас. Лиссандра против Сливки. Сливка стартует с 3-х хат пул билда. Билда халявно очень. Ну, Сливка и халява это очень сильно все. Так, кнопка на химбет не работает. Черная, да не еще думаю. Ну, там ставок нет на данный турнир. Да, у меня переходит, не знаю, все нормально через кнопку. Можешь с К2ТВ взять рефералку. Сейчас тебе скину, как она выглядит чуть позже. Как звук до тебя дойдет. Скоординирую примерно. Ну что, кибернетка. Можно двух адептов заказать, что и делает, Лиссандр. Сейчас заказывает двух адептов. Ущерб, правда, пробочки одной. Но почему-то их не бустят. Строят рабочих, но зато рабочие побыстрее доделаются. Какого кодека эта проблема? Может быть, обновится там, я не знаю, от опса или это зависит, для чего. Где-то от кодека конкретно. А, ну это от кодека получается на ваших компах. Ну что, четыре адепта, Лиссандра, здесь. Сливка лингов держит 12 штук сейчас для контроля. Четыре адепта залетают. Ну, сейчас линги будут готовы вырываться, обратите внимание. Надо адептами уходить сейчас за минералы, что Лиссандра и делает. Хорошо очень контролят. Смотрите, и дронов еще на подрезал. Да куда ты ведешь их? Да нахрен ты на рампе эту... Такой бред Лиссандра делает, а? Вместо того, чтобы уйти вот сюда-сюда, нарезать рабочих просто, ну, если не невероятно много, то больше гораздо, чем вот здесь. Вот он поймал, он зачем-то ловит две штуки на рампе. Теряет адепт в шесть дронов. Это мало шесть дронов. Пробиваются камни лингами плюс королева. Стоит, ничего не делает. Но она же королева. Гидроден сливка запиливают. Есть леер здесь у нас. Забегают два линга. Мухом готов. Но оверчаж выставлен. Линги уничтожены. Пять гейтов сливка, естественно, сейчас спалил. Блинг почему-то Лиссандра не бустит. По лимиту все замечательно. Фаржи нету, то есть грейды 0-0-0 везде. И это очень печально. Но если с такой темой пушить, то обязательно нужно тогда пушить как-то с гейтом, с пилоном. А, нет, это что-то подобное в прошлой игре. То есть это поздняя роба. Но при этом все выход 2 фаржи в грейды. У сливки примерно то же самое. Муф роущем. Люркер тент. Инфестейшн максимально быстро. То есть выход в хайв пойдет. Это через люлю свич в ультралах, насколько я понимаю, с минимумом грейдов. Летает иллюзия Лиссандра. Все прекрасно видит. Милишные грейды пошли. Да, есть руч, есть 5 гидралов. То есть будет люра. Небольшое количество какое-то строится роба Лиссандра. Он не лезет вперед. Пура, бам, 71-71. Сейчас сливка добавил, еще побольше стало, 74. Все, 1-1 грейды пошли. У Лиссандра не намного раньше, чем у сливки. В этот раз в прошлой игре раньше были. Причем значительно. Так, счет, да, надо поменять. Про счет я вообще совсем забыл. И второй роба ставится. Ну надо роба Бэй делать. Архивы темпларов вижу. Робу Бэй не вижу пока. Камни пробивают. Лиссандра выходить не 4-й. Надо понемножку. Он это понимает. Стационарной обороны тоже, как и у Титана, очень немного. Вот здесь вот какое-то место в этой всей хрени. Вот этот пилон. Он просто пробивает. Собственно, врыв прямо на мейн идет сразу же. И крутые зерги могут это понимать. Такие моменты очень тонко. Можно лингом прийти, сгрызить и пробежать. То есть нужно как-то в этом плане делать. Наверное, вот так вот стенку может быть. Не знаю. Так, 4-й нектус Лиссандра запильт. Иллюзиями летает. Постоянно все контролит. Сливка еще 10 дронов строит. 20 рабочих сейчас будет. Пятая уже хата. Это туда рабочие пойдут. Ну плюс пару газов он запильт. Там может какие-то стационарную оборону. То есть часть рабочих потом все равно в здание превратится. Это нормальное явление. Дистанц майнинг уже у Сливки при этом все пошел. Лиссандра, что мне нравится, постоянно посылает иллюзии. Постоянно ими контролят. Вижу двух айморталов строящихся, архонщиков. Сливает 2-2 грейды. Вот только-только пошли. С грейдами нужно спешить. Вот, видишь, зигер. Так, видимо, и у всех такие проблемы. Флэш-плеер там обновляйте. Не знаю, всякие такие вещи делаете. Да, просто 60 фпс как бы, ну там, не поддерживалось где-то чем-то. Я не знаю, кодеки, да, кодеки можно быть какие-нибудь. Там, я не знаю, не очень. Потому что у меня вот камера, например, моя я снимаю. Сейчас у меня некоторые плееры просто злы. Я думал, что-то с камерой. Там провод немножечко расшатался. USB-шные, как вот на ком сливать. Там обычно USB очень короткое. Просто оно переломилось за время тоже практически. Я думал, то ли файл криво сливается, то ли камера криво снимает микрофон или что. Потом просто плеером другим посмотрел. И там нет каких-то косяков. То есть обмавление само как-то автоматически установилось. Хотя никаких проблем не было. Так. Я вот теперь даже не знаю, что там. Ну, наверное, все нормально. Приходит Лиссандра. У сливки, ну, очень много люры. Агрессивный, блин, вперед. Лиссандр решил в лоб продавить. Но 2-2 грейдов в этот раз нету. Пока только 1-1. Зеленка выставляется. Но до люры добрался. Апсервер сливка вообще не пытается фокуснуть. Я считаю, это очень большая ошибка. Потому что люра кончается. 4 иммортла. 3 уже у Лиссандра остается. 1 люр вдалеке. Нужно фокус люра. Лиссандра не фокусит этот люр. Просто ситуацию сейчас всю зарешал. И посмотрите, посмотрите, что творится. Сливка начинает Лиссандра-то отгонять. 106 на 182. Это очень... Если это не очень большие проблемы, то это гигантские проблемы. Но вот у Лиссандра по билду по его идет в определенный момент пуш, который, если не заходит, то все не очень. Погодите, а счет, кстати, 1-0 или 1-1? А, вторую так и не смогли сыграть или нет. Сыграли же вторую. Я что-то все проморгал. Там столько начал было. 1-0, все правильно, да? Поправьте меня, если я не прав просто. Так, Лиссандра копит лимит. Сливк пытается контратаковать. Лимита много. Два бруда летят, но это смешно. Люры нету. Если Лиссандра сейчас успеет подварпить еще зелков, побольше сталкерков, он может отбиться на самом деле. Это у него много... Давайте гейтов посмотрим, сколько у него. Гейтов я вижу. 11 штук. Это много. Где варп-то пошел? Я уверен, что ресурс есть на новый варп сейчас. Лиссандра Блинк под грудов агрессивно делает. Ультра и Мортла плюс Архона пытается ровущий гидру сдерживать. Но слишком много лимита, недостаточно зелков. Вот да, что недостаточно здесь. В первую очередь, грудов где-то сзади сливка сныкал. Да, варп хороший от Лиссандрика пошел. 2-2, грыды доделаются. Подъем, переворот. Просто пошел какой-то. Сейчас 4 иммортла. Как они разбивают сейчас? Все просто жестко. Апсервер умирает. Грудов нужно убивать. Грудов нужно убивать. Талкер с брудлингами дерутся. Что ты делаешь-то, Лиссандр? Ну что за глупости? Грудов выбивает. Все-таки отбился. И сливка, посмотрите, сливается. Здесь мясо. Несмотря на то, что у него 2-2 грыды. Но у него юнит это оранжевые. 2-2 милишные. Он ровущими реведжерами атаковал. Фактически сейчас плюс брудами. Он атаковал тем, на что грыдов ноль вообще, кроме армора. Вот армор есть на ровущих и на реведжеров. Но на воздух, на землю вообще ничего нет. И, кстати, по моей теме сейчас, Лиссандра. Третья атака, первые поля. Атака важна, а первые поля быстро делаются. 1-4 идет одновременно. Если успею, ворвусь к титану урти. Не успею, так не успею. 1-1, да? Нет, то, что квартал не ту создали, это я в курсе. Все, меняю еще. 191-199. Сливка восстанавливает. У него тоже 200. И Лиссандра 200. Он новая база ставит. Но у него чисто наземный микс. Брудов много, если наделают. Так как-то печально будет. А, ну да, все. А, вспомнил. Ё-моё. Я даже просто забыл. Это же был от Лиссандра какой-то смех с призмой. Там 3 зелка крестом против Сливки. Там 190 там с чем-то лимитов. 150 пытался он запушить. Конечно же ничего не вышло. Здесь вот хороший замес был у Лиссандра, который выиграл. Вот в этой игре. Варпы новые идут. 200 запас ресурсов копятся. Грейды Лиссандра делает очень хорошо. Ну, Сливка тоже делает грейды. Вот забегание зелков проходит. Лиссандра очень хорошо. Здесь хату забирает. Третий армор пошел. После атаки нужно вторые поля делать. Пытается прийти лингами и... Ой, лингами. Сталкерами. Лиссандр решет здесь сделать сливки. Но лингов, посмотрите, сколько у Сливки. Он сейчас придет и все убьет. Что вот это за мув такой? Мне кто-нибудь может объяснить? Чуть не понимаю. Это что, спешл тактикс у нас пошел? Все, сталкеры минус. До свидания. Вот Лиссандра красавец. Ресурсов-то столько нету, а сталкеры против брудов нужны. То есть, это новых сталкеров нужно варпить. Но такие мувы вообще не прощаются. Чем брудов он собрался убивать, я не пойму. Просто забегая сливка, Лиссандра встречает. Нет, тут вот эти ребята, они просто ждут. Как это, я не знаю. Им даже шашлык резать не надо. Сразу одна у Линга, просто как порцию. Они тут такое барбекю из них бы сделали, если бы они сюда забежали. Линги поняли, что что-то здесь не то уходит. До варп сталкеров от Лиссандра полей больше не делают. Здесь вот, а, ну хотя здесь забегать надо. Но вот здесь нужно площадь, нужно где-то площадь. Сливка сейчас забежит и проблема будет. Сливка еще не видит, что если проход открыт, вот этот пилон уязвимый начинает гибнуть. Лиссандра хотя бы наверх юнитов сейчас наварпил. Забегание зелков идет на дальние базы. Сейчас Сливка там восстанавливает свое влияние на этих дальних базах. Здесь нужен пилон, нужно еще один пилон перестраховывающий статей. Вот, я говорил, это место такое не ахти. Здесь пилоны восстанавливают сзади. И Лиссандра очень зря тянет сейчас. Почему? Потому что он микс, он видел брудов, а микс делает какой-то бредовый. Без сталкеров вообще. А как брудов-то убивать? У Сливкина брудов грейды просто 0-1 сейчас. То есть просто с такими грядами под блинг нормальный сталкером, фокус, и все отлично. Здесь проход так и не закрыл. Сливка готовит опять врыв сейчас. Но Лиссандра рядом находится. Все окей. Сторгиты добавляет. Пока Сливка тянет, то решил Лиссандр, что успеет, пробрить его. Так, пилон восстанавливается. Сливка что-то не забегает. Встал, затупил. Вот, пилон сейчас выбьет моментально. Лиссандра вообще не реагирует пока. Блинги сейчас все нахрен грызут. Тем более Сливка грамотно с оверсиром забегание делает. И до варпа здесь особого нет. Лимит очень такой неловкий здесь. Им тяжело пройти, в связи делков нету. Иммертлы медленные. Сталки от лингов отлетят. А Архоны вообще пройти не могут. Лиссандр вообще что-то здесь непонятное делает. Весь мейн потерял. Забегал зад-вперед, чтобы атаку решил идти. Ну, бреда как можно взять и отдать просто все вот на вот таком врыве. Ну, вот отдает каким-то образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приходит Лиссандра. Вот здесь замес пошел. Архонов Сливка подтягивает. Лиссандра пытается проникнуть. Здесь еще и... Здесь еще и люра есть. Сталкеры развалят. Брудов вообще до хрена. Лиссандра, блин, посмотрите. Даже смешное количество сталкеров. Где-то 10 штук. Двух брудов зафокусили. И тут, ну, конечно, не продавил бы Лиссандра. Но мог, мог что-то сделать. Но брудов слишком много, а сталкеров слишком мало. Сплэша здесь тоже мало. То есть ни шторма, ничего такого нет. Короче говоря, разваливается, отступает. Это ГГшечка. 200 фактически на 116. Сливка наубивал. Здесь еще миллиард всего. О, пилончик можно было бы грызть. Но Сливка вообще в руку у них здесь грызет. Это мимо пилонов. Пробегает сейчас. Кстати, здесь ни хрена нету на дальней базе. Прибегает Сливка. Пробок начинает грызть. Лингов подзакопал. Они будут напрягать. В это время Лиссандра бегает. Пытается что-то сделать. Брудов у Сливки вообще становится гигантско. Будет 12 количества. Опять сталкеров какое-то количество никчемное. Прыгает вперед. Разваливается. Иллисандра пишет ГГ и Мортал уже его не спасают. Ну что у нас Блайса Лейзером сверху бьется. Не знаю, какая-то ситуация. Титан Скулти. А, Тиран Вик будет еще победить. Ему, тут Тиран Вик еще. Я вот на этой части сетки зациклился. Сливка против Тиран Вик. А где Тиран Вик? Это-то мы и посмотрим. Конечно, что еще смотреть? А где я чуть не вижу его. Большой босс. А, вот он, большой босс. Так, а Култи что у нас там играют? Култи, да, с Титаном играют, насколько я понимаю. Две минуты можно было успеть, но не успел, значит, сюда надо идти. Продолжение следует... Тиранвика надо найти Тиранвика надо найти Тиранвика надо найти Так, отстает звук Нет, звуков никаких не отстает Это вы там браузеры Обновляйте, ребят Потому что вот никто Ни у кого звук не отстает, судя по всему Если у кого-то еще отстает, отпишите Иногда кто-то пишет Тиранвика обнаружился Будем смотреть дальше сейчас Сейчас я встану, ребят, меня позовут Мне нужно кое-что попить Я вообще сегодня только раскушал Нужно проверить, что и как здесь Ну и буду следить за инвайтом Ждем сливка, прости Тиранвика, карты подчеркают Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! До новых встреч! ДСМ готов! Спасибо за просмотр! До новых встреч! Спасибо за просмотр! Все, я здесь Ничего не пропустил, прошу прощения Дошел водички, глотнул печеньку Съел Так, быстренько В принципе, у нас уже Не к концу, конечно Но ближе к концу турнир идет Сливка, Тиранвик Титан играет с культи Блайз с Лейзером уже на полуфинал играет То есть И Лейзер с Блайем доиграют Они, кстати, квалифицировались Их и поздравляем Зергов уже минимум 4 будет Если Сливка Если Сливка выиграет, то тоже квалифицируется И будет еще один зерг Но точно будет 1 прот Еще Титан или Култи А прошли уже Стрэндж Минато Хэппи и Изи То есть Протас, Тиран и 2 зерга Будет у нас Еще так 4 зерга уже точно Возможно будет 2 протца Невозможно 2 протца точно будут И возможно еще один Тиран Либо зерг Ну так По расам Если не считаю Что у зергов много Достаточно балансно Что можно сказать Взрывают риперы королеву Очень жестко Тиран Вик Харасит сливку Очень-очень серьезно И посмотрите Что Ооооооо, вот это да Где-то масс риперы у нас От Тиран Вика Готов ли сливка? Не очень-то он готов Я вам скажу Еще гранат очень много Тиран Вик выставляет. Нужно больше гранат ставить, риперов нужно законтраливать. Как тиранвик тут всё взрывает, как он нахрен всё разрывает. Мув лингов у сливки почти готов, но почти это ещё не готов. Начинается контроль, сливка отконтраливает от риперов, двух риперов, от лингов, простите, двух риперов уже потерял. Сливка лингов отмасил нормально. Хорошо тиранвик всё взрывает, здесь дрон пытается прийти хату запилить, видит тиранвик его. Дрона-то запалил, запалил тиранвик дрона, подрезает, потери всего в пользу тирана, то есть сливка теряет гораздо больше, у риперов становится ещё больше. А сливка, между прочим, Роуч Ворон не запилила, это значит, что у него будет проблем, здесь ваншот уже идёт лингов, рабочих тиранвик харасит очень жёстко, королев взрывает, гранаты выкидывает, постоянно лингов сливка хоть строит, но линги уже не спасают, вот в чём проблема. Да тут и бояться-то уже нечего лингов. Посмотрите, тиранвик как тут разбирает, королев всё разбирает, правда, так, трансфюзы на королев идут, очень опасная эта ситуация. Живут, живут риперы, сейчас регенится, начнёт тиранвик, запрыгивает наверх, но неаккуратно так действует тоже, аккуратно бы, со сторонки какой-нибудь аккуратненькой бы, вот отсюда залетай, здесь не готовься, с рампы заходи, тут много позиций, откуда можно ворваться, просто зарасить начать, фокуса от сливки тоже я не наблюдаю, дронов можно фокусить, не знаю, чего тиранвик боится не фокусить дронов. Королев повзрывал не слабо, тут просто всё взрывается, сливка уже роучий, начинает строить, ни о какой хате там речи не идёт, 240 лимит при этом всём у тиранвика, между прочим. Лингов опять же взрывает, улетает, ещё раз лингов взрывает, потери, две, ой, хорош тиранвик, хорошо всё делает, пока контроль замечательный, риперы терпят, правда, ну что, куда-то, ну почему с этой позиции-то, почему не зайти с нормальной позиции сейчас, нидус от сливки пошёл, сливка уже за нидусить хочет оппонента своего, а где нидус ставится, я чё-то не вижу, на мэйне, прям в наглую, прям в наглую, а тиранвика не видел этот нидус, что самое интересно, готов ли он отбивать, я очень сильно сомневаюсь, но у него достаточно много мариков на мэйне стоит, стимпака щитов, правда, нету, бункеров тоже нету при этом всём, и сейчас королева и всё-всё-всё попрёт куда-то, причём на мэйн прям сливка собирает, да, пошёл нидус прям на мэйн, готов ли тиранвик встречать, он законтролился риперами, он встречает, не готов, выходи мариками, ты чё это стоишь, что тиранвик стоит, посмотрите, ничего не делает, это гг, нидус попёр, королевы заходят, тиранвик не готов был, он переконтролил, билд очень чизовый был с этими риперами, сливка заходит, ни щитов ни хрена нету, даже ксм-ки здесь, наверное, уже не помогут, хотя стимпакт будет готов через 6 секунд, это единственное, что тиранвика, я думаю, может спасти, отменяет он всё, один рипер прилетает, стим будет готов, щиты через 19 секунд, стимпакт, тиранвик, ксм-ки подводятся, куда они чинят-то, факт, они биться должны, танковать перед мариками, конечно же, ещё ксм-ок выводит тиранвик, пытается отбиться, между прочим, марики, ну, очень много дэмэджа нанесли, и ксм это как толкует, ни хрена себе, тиранвик, какие-то чудеса тут отбивания демонстрирует, королев нужно фокусить у тех, у которых энергия, тех он и зафокусил, щиты в процессе битвы доделались, так, ещё одна королева уходит, нидус минус 54-61, 39-30, парабам, и тиранвик здесь отбился, посмотрите, просто на стимпаке, на щитах, и для него ситуация становится вполне нормальной, у сливки ни хрена нету нигде вообще, полетел дропа, куда дроп тиранвика увёл, сейчас я не понимаю, но у него есть био, и на стимпаке можно нидуса выбивать, вот что самое интересное, как только он будет готов, марики строятся, мародёры строятся, добыча идёт, дропщик от тиранвика прилетает к третьей базе сливки, хочет он прохарасить здесь по ходу выйти, но он не знает, что третий-то тут и нету, так, стимпак, марики убивают овера, наверх врывается тиранвик, там уже всё в нидус село, он просто оверов сейчас разваливает, здесь на медленных сливкиных, посмотрите, как чётко отконтроливает, загружается, улетает, улетает на дальнюю базу, сливки понимают, что надо идти, готов нидус тиранвик, так, а где вообще у тиранвика, что ли, у него что-то мало юнитов, тароучи на хайграунд заходят, танк сейчас будет готов, танк это очень сильный момент, СЦ-шку нужно и можно увести, танки рассиджены, часть ровучи сливка дома оставил, нужно забирать, тиранвик как чувствует, что они уходят, и дропает маленько в самые неожиданные моменты, рабочих начинает выбивать, танк есть, сливка заходит в КСМ, пытается тиранвик увести, уйдишь ты, депошку сейчас отдашь, депошку поднять не мешало, тиранвик поднимает, ГГ, сливка пишет, ну что, несмотря на то, что законтролился немножко с риперами, нидус пропустил на мэна, его можно фокуснуть было, прям сразу там как-то не показалось, и я уверен, что можно было, скажу я одну, уровень тиранвика меня очень радует, он очень четко играет сейчас, но чуть-чуть, чуть-чуть еще бы собранности, как бы уверенности в себе и вообще будет тащить, я думаю, но контроль на высоте, а поэма много, вообще молодец, как бы, мне уже казалось, что все, но тиранвик отбился. И что это, почему-то тиранвик, урод, тиран вообще, как бы, играет, он очень четко, я бы сказал, ни мехом, ни каким-нибудь там, ну, ничем, ну и мехом четко сыграть надо тоже как, то есть, как бы, он исполняет очень даже неплохо, я вижу только одно. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Так, создал. Все, Тиран Вик создал. Все заходят сюда. Слива тоже грамотно отыграл, кстати, с этим Нидусом. В принципе, очень в тему он его сделал. Немножечко более скрытно бы, может быть. Хотя Нидус Тиран дал на мейн запилеть. То есть идеально. Все, зашел, но хватило КСМ-кмариков, чтобы отбиться. 1-0 Тиран Вик. Култи выиграл Титана, 2-0 уже я вижу. Титана что-то в ПВП слабоват, как я понимаю. Култи в ПВП очень плохо. Култи квалифицировался из процов к Стрэнджу. То есть Стрэндж и Култи. Два молодых у нас процов квалифицировались. Ну и Култи против Тиран Вика, мне кажется, будет. Так, а тут Мэджик. Так, секундочку, ребят, полуфинал, все. Так, что-то у меня тут звонки какие-то идут. Стрэндж готов. Стрэндж готов. Стрэндж готов. Так. Стрэндж готов. Ну что, прилетает Риппер от Тиран Вика. Масс Рипперов он больше не делает. Делает ЦСшку вторую. Опенинг очень напоминает Опенинг Хэппи. Но он убивает уже дрона зато. Гранатку за спину кидает, чтобы Лингам не дать отступить. Пыемчик очень хороший. Хочу и Тиран Вика немножко КФП посмотреть, просто как он контролит. Так, дрона видит Тиран Вик. Так, Сливка запиливает газ. Рипера нужно уводить. Аккуратнее, Рипером-то быть нужно. Блин. Вот дает молодой, как контролит. Ну, успел Сливка-Чертяга заказать хату. Не получилось отменить. Рипером Тиран Вика уходит. Но, блин, контролит, да, как Тиран Вик? Видите, настолько уверен в контроле, что Рипера там на один выстрел оставляет, что успеет вернуться уверен в этом. ЗВИНКО, да, там три было от НАСА. Один наш космонавт, от НАСА и от Европейского космического агентства экипажа в этот раз. Я не помню, как зовут уже там кого. 20 час назад стуковка, кстати, прямой эфир был. Так. Ну что? Удвигается сейчас Тиран Вик. 4 Гелиона плюс Рипер. К Сливке на Мейн заходит. А на Мейне 4 Линга. Его ждут смешных. И что? 4 Линга не могут 4 Гелиона убить и Рипера. Естественно, здесь у рабочих проблемы очень большие. Тиран Вик неплох. Харасит сам себя подкидывает. Правда, это лишний абсолютно момент был. Но дронов падает у Сливки. Ну, очень много, мягко говоря. Залетает дальше. Тут граната не выставлена пока. Рабочих сколько? 13 дронов. Тиран Вик сжег Сливки. 39-31 в итоге по рабочим ситуация. Строится Банша. Здесь маленький и танк плюс. ЦЦ пошла. Игра приостановлена. Блин, тиран Тиран Вик молодец. Пауза пошла. Игра возобновлена. Так, гоу-гоу-гоу. Все готовы стартовать. Две инженерки для грейдов у Сливки. Оп, и Банша прилетела. Сливка без спорок вообще не готов. Посмотрите. Я, говорит, не готов, пацаны. Подождите, мне же на работу завтра надо. Ладно, шучу я. Хорош с этой работой. Печальное обстоятельство. Нейшн Уор будем смотреть. Поэтому мы только с Украиной. А я уверен, что если бы тот же вот такой вот тиран играл, например, да, там и другие наши, могло бы быть нормально все. Ну, или кто-нибудь, кто готов был. Ну, что, депошки на мэне. Здесь танчики уже у тиран Вика. Стимпак заказан. 1-1 делается. Щиты сейчас тоже будут заказаны. Три барака сейчас заработает. Щиты пошли. Нет, щиты пока не пошли. Сейчас пойдут. Так. ТЦшка вылетает. Щиты пока... Да, пошли щиты. Нужно медивайк струить. Газа пока нет. Тиран Вик сейчас отгонит линга. Банша в это время продолжает храйсмэннин. Сливки до сих пор. Спорки тут не было, кстати. Самое интересное, что. Тиран Вик еще три дрона забирает. Сливки. Суммарно 29 рабочих наубивал. Вот. 86-73 по лимиту. Барабам близко. По грейдам замечать. Сливка только роучем. Мух делает. А что у него по боевому лимиту вообще есть? Один роуч, два реводжера. Вот они стоят. Три королевы. Все, что есть у сливки. У него ничего нету сейчас. А у Тиран Вика. 15 марек. Три танка. Банша. Медивак. Сейчас медиваков больше станет. Вообще у Тиран Вика все будет очень четко. Газ на второй начинает добывать. Рабочих направил. Туда тоже направил. С надо жать, когда направляешь. Рабочим-то они минералы сдадут. Не надо даже шифтов никаких нажимать. Это я вообще считаю самая халявная такая тема во втором Старкрафте. В первом такой не было. Просто ты нажал, ни шифт ни хрена не надо. Сколько лет Тиран Вику? Но ему не 17 лет. Но ему что-то там немного лет. Тоже не буду играть сколько. Но я не знаю. Кто-нибудь подскажет. Ну что, Банша 10 юнитов наубивала. Одна Банша слита была. Вторая висит. 32 дроны Тиран Вик замесал. Ну дробчик хороший. 16 Марика просто пришло. Загружает. Тиран Вик улетает. Марика беднягу накрыла здесь фаерболами. Мародер пришел. Заметил Тиран Вик, что тут мародер что-то ходит. Есть тут пару криптуморов. Можно фокусить, чтобы Сливка вообще не борзел. Куда он тут борзеет с третьей базы своей криптуморы? Говнищем все облил. Тут должен быть хороший подход. Как для большого босса. Чтобы никакой слизи сюда не подскользнулись. Марики, не дай бог, где-нибудь там. Пытался сейчас с Рейлодера отфокусить Тиран Вик. Не очень-то получилось. На мейн улетает. Нет, сплит пошел на третью и на мейн. Один марик дропается. На вторую как-то пролетает. Один медивак на мейне. Тут мародеры дропаются на третью. Марики на мейне дропались. Ну вот это, кстати, отдача. Разве что здесь марик дронщика убил одного. Есть странные вещи какие-то Тиран Вик сейчас сделал. Зачем этот гул все отдавать? Но он решил, что сейчас прямо так на этом виртуозном контроле просто прилетит и возьмет все, убьет. Ну так надо куда-то сюда было лететь и сюда. А так сливкой что взял, обвел все сюда. Кликнул через атаку. Все и погибло, конечно. Плюс немножечко сплетанул еще там юнитов. 2-2 грейды делаются сейчас у Тиран Вика. У сливки 1-1 и 2-2 почти готово. То есть по грейдам все великолепно. Причем и в арморе сразу атака пошла. То есть грейдами не втыкает. Расположение зданий мне нравится тем, что они особо не мешают обороне мейну друг друга обходить. Так, почти 18. Вот Black Temporal шарит, не надо тут будить. Пошли. Так, танки дропы, но если ему почти 18, 17, так это получается Тиран Вик это наш как этот. Ну, что-то наш вот этот как этот. Сейчас развалился, правда, единственное, по жестку. Ну, танки назад отвел, прирост сюда идет, как Сирал получается. Но 126-124, лимиты все равно близки. 2-2 грейды есть, сливка пытается сзади гнаться. Ну, сзади тут гнаться нужно поаккуратнее ему. Есть либераторы, но у сливки караб тоже ультралис кеверн сейчас. Ультралис кеверн это не очень хорошо для Тиран Вика нужно наказывать. Тиран Вика нужно наказывать. 3-3 грейды пошли у Тиран Вика. Танки идут, марики-мародеры. Пошла атака, 148 на 130. На 2-2 грейдах Тиран Вик проходит вперед, мимо кастов сливки сейчас. Либераторы раскладываются, но как-то непонятно не раскладываются. Танки тоже раскладываются еще ближе. Карабторы у сливки погибают. Тиран Вик уже врывается на вторую базу. Танки нужно ближе подвезти. Что тут? Марики, демедженные мародеры. Где танки-то все сзади стоят? Тиран Вик что-то настимпачился. Здесь перестимпачил вообще себя. Все краснющее там. Сейчас сливка еще возьмет, отобьется. А может, кстати, отбиться. Либераторы падают, танки еле живые. Но прирост, правда, подходит. И на стимпаке Тиран Вик подводит сюда. И все-таки сливка не может отбиться. Марики пришли. Вот они уже настолько переколотые прибегают, что прям беда какая-то. Медиваки гибнут. Нужно Карабторов проблевать. Карабторы улетают. Все-таки прессуют у Тиран Вик четвертую. Но ГГГ пишет с сливком. Вот. Молодец, молодец. ГЛА еще полуфинал не играл. Кул Си против Тиран Вика. ГЛА еще полуфинал. Кул Си против Тиран Вика. Кул Си против Тиран Вика. Короче, Кубра и Мэйджик будут стримить Блая против Лейзера за полуфинал. Кому интересно, смотрите. Я Тиран Вик буду Кул Си. Анархий пишет, если бы играя в СК-2 можно было бы себя обеспечить, то слегка бы не парился насчет работы, так это хобби, на которое подставить можно, если оно мешает работе. Ты каждый для себя выбирает, что сделать себе работать в Старкрафт, ну что тебе нужно, хочешь ты работать на обычной работе, то есть или в Старкрафт, обеспечить себя изи. И сейчас можно взгляни просто на курсы 70 рублей доллар, там почти 80 евро. То бишь, сейчас ESL выиграл, а там 100 евро приз первого места есть, 150 есть тоже. И таких турниров миллион. И у нас турниры как бы и команду можно найти, просто нужно тащить. Тащить на уровне прохождения всегда в этот... ВЦС, премьерку, там 3 в год еще раза, то есть это 3 раза прошел, 3 раза по 4 500 баксов уже в год получил, как бы уже неплохо. Так что тут выбор у каждого, но, естественно, кто-то уже, кого-то просто играя уже не привлекает, так и естественно, та нужно работать. Это абсолютно нормальное явление, да, вот я в нишу эту встроился пока, сколько буду я тут находиться времени, но пока буду, куда денусь-то я, а дальше видно будет. Так, секундочку, ребят. Полуфиналы одновременно идут, помните, там стрим. Сейчас я позвоню, ребят, секунду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, я здесь что-то култику отодропнуло, а куда он вышел-то? Так, мне хоста дало автоматом после того, как култи вышел. Поехали. Поехали. Так. Анархий пишет, по статистике вероятность играть в покер в плюс себе больше, чем заработать на киберспорте. Ну-ка, у меня, пожалуйста, ссылочку на статистику, выкладку какую-нибудь, я не знаю, где это такая статистика-то интересная, я бы посмотрел, или, может, это просто статистика к нам заходит с твоего экспертного стула или экспертного дивана, как бы. Может быть, да. Поехали. 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 Всем привет, короче говоря, ребят. Помните, что вы можете поддерживать меня и мой канал по реквизитному описанию или через плеер прямо. Если у кого-то какие-то проблемы с трансляцией, обновляйте плееры свои, обновляйте кодеки, и будет все замечательно. Поддерживать можете отключать от блока и подписаться на премиум по реквизитному описанию или через плеер поддерживать. Вчера квалифицировались у нас Хэппи Минато, Изи и Стрэндж Хэппи Минато. В финале были Хэппи первое место, Минато второе занял. Здесь мы очень близко к финалу находимся, но сначала, конечно же, два полуфинала. В одном из них и Лейзер, и Блай играет. Ну что, два пилончика от Култи, то есть он тут собирается понапрягать. Смотрю его понятство, или это фейк? А, он типа Рипера. Ну, Рипера немножечко отманил. Тиран Вик его, конечно, спривает моментально. Мазеркор вылетает. Если Култи будет достраивать пилоны в этой ситуации, когда Мазеркор находится вот здесь, вот это ошибка от него, я считаю, потому что бункер успеет доделаться. Рипером кидает гранату, ну так, чтобы себя-то не дымаешь. Ни хрена у нее сплэш, я не знал, что такое сплэш. Смотрите, граната снизу сплэшем попадает по юниту сверху. Вот это вообще уже интересно, я просто без понятия был о таких моментах. Ну что, марики сейчас выйдут, да в бункер сядь ты этими мариками, гэш. Депошку закрывает Тиран Вик, все, здесь уже ничего не получится захарасить абсолютно точно. Сейчас упадет первый пилон, потом и второй, соответственно. Мазеркор прилетает, а здесь адепта надэмэджил, кстати говоря. Да закрыть депошку, борош! Закрывает депошку, Тиран Вик очень четко его контролил. Можно рипера сейчас высадить, например, было бы, пилон будет уничтожен очень скоро. Пилон падает, адепт живой, но скоро может стать неживым. Ну, Тиран Вик пропускает его уже на вторую базу Култи. Хотел зайти, но понял, что его разводит, понял, что адепт потеряет. Сразу же продается бункер, очень четкую игру демонстрирует. Култи провалил, я бы сказал, свой вот этот врыв с пилонами, потери больше у него, естественно. Вот. Так, взрывает адептов Тиран Вик. Култи три адепта имеет, отменяет им иллюзии вперед. Вот четыре уже адепта у него есть. Робо делается, это будет с призмой какой-то, видимо. Харас, Твайлайт и Форжей никаких нет. Третий не отсутствует. Здесь третья ЦЦ пошла. Есть Циклон. Циклон это, естественно, от Хараса юнит. 338 по Робам. Игра пока начинается хорошо. Так, я знаю все это как катан. Конечно, конечно. Я же знаю, как это происходит все. Тем более, что здесь, вот здесь азарта никакого нет. И рандома минимум. Там тоже, конечно, на высшем уровне это минимально, но все-таки бывает иногда. В конкретных спичках каких-то там. Ну, на дистанции, да, там рандома минимум. А здесь как бы и на дистанции, тем более, и конкретно во всех моментах все от тебя зависит. Ну, задротство должно быть нереальное просто. Так, Либераторы поперли. Здесь у нас Либератор. Посмотрите, Харасит Тиранвиковский. Сейчас Култи Сталкера потеряет. Оп, не успел, дружок, уйти в спину. Два выстрела получил. Здесь, посмотрите, Тиранвик забирает адептов. Либератор просто приходит спокойно абсолютно. Наконец-то выбивает Култи Либератора. Ну, еще один летит на мейн. Готов ли Култи его встретить? Может быть, готов? Может быть, нет? Здесь, посмотрите, Тиранвик что вытворяет. Ой, Мазеркор сейчас заберет. Просто царь вообще забирает Мазеркор. А этот-то куда полетел? На дальнюю. Тревога. Я на станции дальняя, говорит Либератор рабочим. Сейчас буду вас разваливать здесь. Култи отводит, но не все пробки он отводит. Заходит Сталкер. Посмотрите, не очень позиция. Достает, достает. Второй заходит в рейдж. Второй минус. Третьих приманил. Ну, уже, посмотрите, Либератор уже окупился. Все, вот он прилетел тупо и уже окупился. Потому что Култи не до контроля. 91.68 по лимиту сейчас ситуация. И у Култи просто ничего нету сейчас вообще. Ну, Даркшанец, не знаю. Тут нужно какой-то ответ оппоненту, чтобы вообще за игру хоть как-то ухватиться. Потому что, посмотрите, какая печаль. Барабам одинаково. Тут циклоп. Это не циклон, это циклоп какой-то просто. Я не знаю. Наглый. Все ловит, все уничтожает. Так, циклон призму забирает. Так, КСМки возвращаются. Телепортируется Култи все-таки намыть. Тиранвик уже думал, все, не будет телепортироваться он даже. Но все-таки телепортнулся. Вот циклон сюда пришел. Все, нужно забирать всех адептов. И не успеют даже они телепортнуться. Забрал все Тиранвик. Даже этот врыв Култи не приносит. Какого-то желаемого прямо восстановления паритета. Ну, парабам. Парабам. Нормально. Правда, третья вообще не раскачана. Ни колоссов, ни дестабилизаторов, ни хороших грейдов. Ну, блинг сейчас будет. Но нужно что-то сплешивая. Нужно что-то делать. Пытаться. Призмы нет. Призма умерла. Так бы дарки сейчас могли бы зайти. То есть, это очень важный момент. Когда вы харассите адептами, очень важно не потерять призму. Опять Култи дропать начинаю. Так. Спиритолог. Запили свои смайлы для подписчиков и иконку. А, так теперь на SK2TV можно делать. Я просто не в курсе, что там, где можно запилить. Не хотел я написать, чтобы не кикал Тиранвик, потому что Култи отпускает. Бывает иногда вот эта вот тема. Выдвигается четыре танка, два медивака. Два танка так, два ЕС. Циклон вперед рвется. Еще два медивака. А, не, один вообще все устроится. Почему-то еще барак Тиранвик добавляет. Соплай блоков нету. Заказ хороший. Ну, вот у Култи нет никакого пока ничего. Ни этих сплешевого ничего. Сканит Тиранвик. Приходит, дропается. Сразу минус циклон. Заходит Култи. Танк нужно разложить. Скан. А нет, Дарк здесь есть, ребятки. Дарк есть. Неужели Тиранвик не видит, что здесь есть Дарк? Ё-моё. Скан. Все, Дарка запалил. Танки ближе нужно подводить обязательно. Ну, сейчас вот этот танк выбит пилон. Тиранвик уже не ждет. Он летит пилона выбивать юнитами своими. Еще один Дарк готов. Нужно сканить обязательно. Есть ли Скан. Смотрим. Скан сейчас будет через несколько энергии. Нужно танк забрать. Забирает Тиранвик. Скан сейчас будет под блинк агрессивный от Култи. Где же Скан-то, Тиранвик? Ты что творишь-то? На под блинке Култи только огреб. Дарк в итоге падает. Сканы нужно сейчас все сейвить Тиранвику. Ни в коем случае нельзя кидать мофники. Сейчас тут еще один Скан будет. Пилоны падают. Дарк врывается опять же. Нужен еще один Скан. Пошел еще один Скан. Дарк падает. 128.80 по лимиту. Нет, это 1.0 все-таки здесь не в пользу Култи. Либератор еще перекрывает. ГГшечку пишет Скулти. Как Тиранвик жестко играет, а? Прям не ожидал я, что вот он с Култи-то так поступит жестко. Не, ну Тиранвика надо какую-то команду хорошую брать. Просто чтобы все он на буткемпе еще где-нибудь жить будет. Ой. Будет вообще замечательно, мне кажется. Но пока с этим как-то туговато. Опять же, жду инвайта в следующую игру. Блайс и Лейзер, не знаю как-то у нас. ЗВЗ уже вообще кончится Манглок. Пока вроде не кончилось. Так, инвайт проходит. Захожу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, очень неожиданно... Я не знаю, он откуда-то из дальних каких-то городов... Сибирь, Тиранвик, по-моему, оттуда откуда-то... 17 лет пацан унижает старичков... Я не знаю, что тут сказать... А вот тут обидно было, Култи отвечает или Култи просто там бах, бьет себя в грудак... Типа я мужик... Стричок... Ну как-то нет, не очень пока... На первом курсе Култи, наверное, сейчас... Или на каком он находится... Или на втором уже... Может, я уже путаю... У меня-то годы вообще летят, ем... Че там... Скоро все... Гаранты... Ну да ладно, не будем о грустном... Факта заказана... Так, ну это какой-то передробщик явный, но куда передробщик и как? Вот это вопрос... Реактор дома, два марика есть, никаких пока не идет... Речи о... ЦЦ-шках... Ну вот, мазеркор готов... Вот раньше-раньше в Ходзе... Всегда такие места забываются, элементарные вещи... Нужно так... А почему забывается? Потому что билды, если не используются, то охрен знает... Че проверять-то, если неизвестно, как играть оппонент будет... Игра-то новая... Так, один... Закапелся... Сейчас... Минировались здания все... Ну что, саблай в локу тиранвика... Но ненадолго... Депошка готова... Отлично... Второй барак строится еще дома... Адепт приходит... Ну, тут четыре марика сейчас будет... Что, адепт в итоге? Бункера нет... Но адепт будет по депошке стрелять явно сейчас... Можно геленчика запилить или что-нибудь такое... Кстати, смотрите, култи от рипера играют хорошо... А рипера нет... А здесь что? Чем отбивать-то? Ни пилона... Ничего нет вообще... Ну и кстати, дорога получается... Успевает тиранвик все сделать... Облетает сейчас... Нужно на густе грамотно только ворваться... Залетает, видит здание култи... Раз-два минки копаются... Ну как-то рядом слишком... Тиранвик что тут вот это... Ну двух пробок убил и все... Этого мало явно... Танки-либераторы далее пошли... С этих либераторов вообще нечем пока убивать будет... А танк плюс либератор еще... Посмотрите, с медиваком... Это вообще интересно... Уверчаж выставляется... Нужно наверх сваливать... Что и делает сейчас тиранвик... Здесь пилончик далековато стоит, мягко говоря... Минки копаются... Успели закопаться... Но минус рабочий всего один... Хотел тиранвик забрать... Передумал забирать... Выход идет сейчас интересный... Либератор не понять куда прилетает... Но танк приезжает... Перекрывает проход тиранвик сейчас... Бункер ставит... Очень интересно... И танком сейчас... Видите, он будет... Он медленно будет выживать отсюда тирана... В смысле просто... Ну тираны они мастера как бы... Отжимает землю, как говорится... Пришел... Чисто за недвижимость задвинул... Так... Занедвижимость задвинул... Нужно КСМ-ку сюда подводить... Еще одну... Тиранвик две ведет... Кстати... Раньше, чем вот эта была КСМ-ка убита... Можно еще раньше было подвести... Чтобы бункер готов был... Нужно выше еще лететь... Сейчас с Либератором... Что и делает тиранвик... Танк перевозят... Очень четкая тема... Кстати... Корейская тема... Он видимо подсмотрел где-то... Кто-то говорил о том... Что такие вещи делаются... Сейчас... Танк раскладывается... Пытается иммортву фокуснуть танк... Но не так-то просто это сделать... Либератор номер два разложено... Тут вообще все пространство перекрывает... Сейчас... Но первого нужно отвести... И выше нежелательно... Что тиранвик видит... И делает соответственно... Танк нужно перевозить... Лучше... Не под пилон перевозить его... Пултья опять дропает... Ну я вижу интересное здание... Которое контрит напрочь... Такие все темы... Вот... Игра... Приостановлена... Игра... Так... Возобновляется игра... Кто-то резко прям... Возобновил... Нужно спрашивать... В фиршных фурнирах... Возобновлять... Нет... Ну ладно... Ничего страшного... Все продолжается здесь... Ну пути тут ругаться нечего... Это его интернет косячит... В принципе... Танков все больше и больше... Оставил про запас сейчас... Обратите внимание... Тиранвик... Так... Приходит Дарк... Скан есть... Дарк минус сразу же... Про запас оставил сейчас... Между прочим... Сканов... Энергии... Тиранвик... Нужно выбивать... Туретку... Обязательно сейчас... Вот еще один Дарк запоет... Обратите внимание... Ну ск... Так... Есть скан... Еще есть скан... Почему Тиранвик не сканет-то? Ну емае... Потерял все... Либераторы прилетают... Сканов... Я не вижу почему-то... Тут... Ну что за бред... Сканить тысячу времени назад было просто... Надо... Очень печальная ситуация... Пытается сталкеров Тиранвик поймать... Вот слил просто... Скан был давным-давно... Ну... У тебя забинжены... Если... Этот... Эээ... СЦ-шка... Просто... Жмешь С... Работает... Сканишь... Не работает... Не сканишь... Култи тут просто на чудесах... Пока держится... Бункер есть... Чумарики-то стоят вне бункера... Я просто не пойму... Так... Танк раскладывается... Танк фокусит сразу... Култи пытается... Фокусить... Не так просто это сделать... Оказывается... Бункер здесь есть... Но Либераторы падают... Но танк все еще живой... Но сталкеров что-то до хрена... Нет... Все-таки... Скорее всего... Култи отбился... Эээ... Ошибка, конечно... Была вот в этом пушу от Тиранвика... Когда он... Пересечил всего... Тиранвик... Подгорел... Что у него уш не вышел... Продолжение следует... 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 Будет плей-офф Double Elimination У нас в основном турнире То есть с лузерами Такая система Сетку сделаем Завтра я думаю сделаем Тем паче Тиранвик Култи идет с ним драться Три танка здесь есть Но здесь имморталов много гвардинов Всего ну очень много у Култи 113.81 И Тиранвик квалифицировался Но к сожалению В финале играть не будет Судя по всему Что-то Култи улыбается Я хз Призма прилетает Сейчас Мюст 356 по лимиту Призма прям здесь раскладывается Адепты варкаться Есть скорость атаки Адептам грейд Так Ну Култи На Бобролиге Мы предупреждение Уже делали Тут тоже Предупреждение Вынесем Потому что Ну еще раз Такая хрень будет Вот Минус турнир Минус турнир Минус турнир Нужно финал стартовать. Короче, сам напишу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимать это там в текстовом, я не знаю. Такие высеры-то не нужны просто к его. Что, в лай против култибу опять начинаем черкать карты. Будем смотреть финал сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, кстати, запилю сейчас новый анонс, чтобы все знали, что финал у нас сейчас будет. Субтитры сделал DimaTorzok Так. Не, ну, вы докажите, что с мэпхаком, то, что желтые буквы я в чате вижу, это ничего не значит. С мэпхаком или нет, что? Култи выиграл с мэпхаком человека, который, видно, что умеет играть. Что он такой, госу, что ли, прямо нереальный? Прям мэпхакеров выигрывал. Там, ну, я не знаю, боксер не мог времена там в лучшие свои обыграть там или кто-то еще вот так вот. Где мы, как-то, что, где, я не знаю, это все, блин, нытье и отмазки, как бы. Турнир играет, все, выигрываешь, добей, заставь выйти, все, как бы. Написал, ГГ, не писал, все увидели там. Ну, не пишет ГГ на турнирах, не молодец, как бы, да. Что я могу сказать? Про турниры я уже всегда говорил. А так-то, ну, не надо, как бы, вот этого раздувать. Потому что, говно, вот эти... Игра вышла только, все, все возможности есть в ваших руках, в наших руках, там, неважно, как бы. Ну, турниров до хрена, курс валют, вообще, там, буржуйские играйте, просто, ну, выигрывайте. Вот. А все вот это шлое и Бен еще там дальше в конце слова составляете из двух. Вот это она не нужна здесь, как бы, ну, как бы, ну, сами вы поняли, да, как бы, ну, надо вот с этим, как бы, ну, бороться. Все, короче, проехали. Давайте финал смотреть. Стартуйте, если готовы. Все, поехали. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОРТОР Продолжение следует... Да не, мне-то как бы все равно, там, молодые, немолодые, видишь, что тут... Я-то прощаю, наоборот, всех, как бы, слишком много, то есть я... Уже в Кутсе было предупреждение, как бы, вот, недавно на Бабролиге. Ну, я так формально для себя просто говорю, что, ну, это другой турнир, ладно, предупредим, пока, как бы, не будем делать ничего. Если кто-то что-то хочет писать, там, в личке, пусть пишут, как бы, мне, там, не интересует. Кто там на ванне, кому что разобьет, я, может, приеду, хоть поугараю, как бы, там, если что, как бы, а это все остальное меня не интересует. Если вдруг, что там будет где-то... Ну, вот, а Тиран Мигу поэтому команда нужна, например, потому что... Во-первых, меньше пригаров команда от этого удерживает, во-вторых, как бы, он сможет доказать и подтверждение будет, что, например, не Мэбхак, да, как бы. Култи уже успокоится пора давно. Ну, ладно, овердос у него сезонное, там, обострение бывает, то есть, уровень мочи поднялся, там, я не знаю, или что там, где поднимается. Ну, то вроде нормально все, там, простите меня, позовите назад, там, как бы, все дела, а потом, бах, и что-то там происходит, какие-то темы, форумы, там, и так далее. А у Култи просто, ну, неожиданно, другой тип немножечко, неожиданный такой, тип неожиданности. Так. Ну что? Минус линги. Все, уже ситуацию эту проехали, не нужно, как бы, раздувать из ничего просто. Все, весь вопрос я уже решил, я решаю вопрос. Все, предупреждение сделано, как бы. Если Култи готов просто... Если Култи готов засрать, как бы, финальную часть турнира и просто фигней заниматься там, и обломать всех зрителей, потому что финальный уже, там, новых игроков не позовешь, вот в чем прикол. То есть, тут ответственность нужна. То, тогда пусть на себя пинает. Будет ESL играть. Зоток, наверное. Ну, Зоток два года назад будет играть. Ну, ESL сейчас. Что, подхарасил Култи? Пять дронов забрал. Вот, если, как бы, работает Гулюва, то тогда будет нормально действовать. Четыре ринга бегают. Прогнал Култи. Ну, поначалу было такое, как бы, пока флудили. В принципе, два адепта потерял. Пять дронов, кстати, не так уж много. То есть, была ситуация нормальная, более-менее. Роуч Ворон почти готов. Муфлингом готов. Так, опять что-то происходит. Так, ждем, пока Култи отвисит. Ну, у него косяки какие-то с интернетом происходят. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Вот Култи какой культурный стал. Ну, а до этого важно, видимо, было устроить писанину в чате. Адепт заходит. Адепт заходит. Култи зачем-то телепортнулся сюда. Блай естественный. Он сразу убивает. И интересный свитч пошел от блайщика. Илончиков Култи добавляет. 101 лимита. Криптумор и минус. Блай ставит плеток сейчас. Муталиски уже врываются. Но Мазеркор висит. Нужно... А че Кул? Блай не знает, что здесь пилонов нет. Можно было просто внутрь пролететь базой. И Култи там ничего нету в обороне абсолютно. Ну, 4 пробки Блай сбривает. Сейчас пытается опять на мейн ворваться. Муталисков местами не меняет. Это вообще косяк жесткий просто. Муталиск... Ну, пожалуйста, сразу минус Муталиск. Это... Обязательно нужно. Под блинка опять под мутку. Все в порядке. Хорошо. Блай врывается. 3 фаербола. Причем 2 из них попадают. Муталиски выбивает на 3 базе. Здесь прессуют очень жестко. Очень жестко прессуют. Нужно отступать немножко назад. Касты пошли. Пробок всех вообще выбивает сейчас Блай. У Култина очень большие проблемы. Блай подрезает еще одного Феникса каким-то чудом. Култи еле-еле отбился. А что сюда идти? Здесь плетки, здесь роучи, здесь реводжеры. Муталиски продолжают харасить. Минус пилон. Еще один пошел оверчаж. Муталисков 14, только один с роучей. 3 реводжера. И Блай при этом все же самое интересное. Посмотрите, занял и 4-ю, и 5-ю базы сейчас. Спорку выбивает Дарк. Не успели Дарка отфокусить. И что дальше? Нужно как-то его поймать. Можно реводжерами кастануть. Ну, поставить на халде, например, роучи и сюда фаерболов накидать. С той стороны, где Дарк ходит, к примеру. У Култи уворачивается. Блай видит, что Дарк идет. Ну, так-то на муве тяжело поймать, когда контролит оппонент. А когда на атаке он шел просто, было бы, допустим, сложно. Тогда было бы проще бы. Если бы он сам Дарк дрался без участия у Култи вообще. Вот как сейчас. Ну, сейчас уже тут юниты. Недянычка у Култи, но там рабочих нет. Поэтому от нее руку никакого нет. Сейчас пока вырывается мутка. Много здесь, много сталкеров. Три феникса есть. Ну, три феникса можно разобрать. Тем более, еще плюс 10 аж целых муталисков Блай запиливает. Это очень большое количество. 19, 193 по АПМчику сейчас. Муталисков 20, плюс еще 5 сейчас будет. 25. Армор мутки заказан, только плюс 1 делается. Минус Архон. Блай дерется с фениксами. Двух сразу же подрезать. Три феникса. Четыре феникса минус. Смотрите, он еще Култи тут и ловит. Погодите, а какой? 5,6. А фениксы сколько у нас? 5,95. Ну, да, быстрее. В принципе, скорости-то сохранились. В Хотте было 4 скорости и 4,25. То есть, разница просто там, я не знаю, очень маленькая. Она 16-ая, фактически, от общей скорости. Мазеркорд блевает Блай. У Верча же много выставлено, но они не спасут Култи от продолжения Хараса. Вайперы пошли ультрали с Киверну. А, вот Блай вот этого всего дела не видел, поэтому у Култи. Кстати, у Култи рабочих очень много. Если его сейчас оставить буквально там, я не знаю, на минутке 3-4, то лимит будет как на дрожжах расти. Здесь Оверсир минус. Блай успел накакать тут ченджнингов. Можно прибежать сюда. Всеми, всеми. Здесь зелки забегают. Зелки забегают не очень. Ну, надо Блаю когда-то решить, как вперед-то ему идти. Блай даже карапторов не добавлял. Чисто два Вайпера мутали ски. Ну что, есть Вайпер. Один без энергии. Какой он энергию выкидывал, я не понимаю. Фениксов отогнал сейчас Блай. Почему он наземный свой лимит вперед не видит? Почему он только муткой работает? Ну, хотя наземный он просто терять, может быть, не хочет. Грейдов. Да, у Блая интересно вот это все, вот эти свитчи. Но меня всегда удивляло, почему вот это такая хрень у Блая. На воздух даже с одного Спайра сделано два грейда 1-1. Почему по земле-то нули? Блай, если бы активнее грейды делал и вначале бы так от мутки не затерпел, у него бы вообще все бы неплохо было. Блай сам камни пробивает. А куда он собрался идти? Вообще никакой информации нету. И он что-то здесь бегает. Блай сам приходит. Пробивает сразу же. Можно врываться. Здесь забегание идет. Заметил Ниндзя нычку. Ни одной фатонки ничего нету. У Култи здесь Блай лингами приходит. У Култи сталкерами пришел. Но в это время мутка врывается на мэй. На мэй не гигантские проблемы. Плюс два вайпера прилетело. Фениксы непонятные или их вообще нету там, фениксов. На вторую Блай врывается. У Култи обороняет дальнюю базу свою. Здесь ультралы плюс роуч и плюс реф же приходят. Ультралы мягенькие. Ё-моё, без четырех армора вообще. Ноль, ноль у них просто. Единица своего. Это не ультрал, это так вообще бы. Это жирный линг, я бы сказал, просто бесполезный. Причем они даже бегать так он быстро не умеет. Не говоря уже про то, что денег сколько стоит. Минус оверсирку. У Култи-пресс 186, 118. Блай дерется. Здесь, ну мутка правда все убила уже фактически. Так что ловить особо нечего. Зеленку кидает Блай, Фениксов подрезает парочку. Здесь нужно выбивать все. И Блай выбивает всех рабочих. Дома приростом отбивает. Здесь лингами можно всем чем угодно. Блай можно отбиться здесь. Я не знаю. Еще зеленочка на Феникса кинута была. Продемеджил своего напарника Феникс. Мутариски все новое и новое подлетает. Да нужно выбить старгейты. Уже нужно все убивать. У Култи здесь бегает сталкерами. Базы Блай зачем-то сбривает. У Култи Фениксов не законтролил. Нужно Блай отлететь. Тут зданий-то миллиард здесь, которых убить можно. Полетел домой убивать. 2-4 линга, 3 ультрала. Я не понимаю, как вот эти сталкеры взяли и все убили. Тут чуть ли не проигранная игра. Конечно, она не проигранная, но могла бы быть. Если бы чуть больше юнитов у Култи было сейчас. Фениксы прилетают. Мутки вообще до хрена. Сталкеры падают. Все падает. 40 лимит Култи на 135 Блая. Все, нужно идти вперед. Блай что-то в одном контроле. Все держит как нелепо. Наземным это нужно идти, пока Фениксы там берутся. Здесь уже Роу еще выбивается. Мутариски. Вот как Блай пытается Фениксов этих законтролить. ГГ пишет Култи. Но Култи не поддается. Фениксов контролит хорошо. Но его не спасает, к сожалению. Какая вторая карта у нас? Так, вторая карта. Третью карту вижу. Сумеречные башни. Создаем. Всех зову в игру. Третью карту. Так. Спасибо. Ждем влая. Забыл поставить. Поехали. Всех исключаю. Не знаю, кто это был. Никто никуда не просился, видимо, через через игру. Пытаются зайти. Если кто-то хочет стримить, ребят, спрашивайте. Заранее, потому что, ну, я не в курсе. Да и непонятно, кто заходит. Если кто-то желает, всем можно. Нужно предупредить. Хотя бы на канале меня до этого. Лучше в скайпе где-нибудь или так на сайте написать Паше. Я не знаю, мне, неважно, кому. Мэджику, Яндову, кому угодно, кто отношения имеет. Так вот, я думаю, Так. Так, два газа добавляется. Профилактическую беседу Блай проводит. Раз подчеркивание, Брейн поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Сереж, привет, меня вырезано цензурой дилетанты, что делать? Короче, спасибо тебе, Русбрейн, тут идет веселый разговор. Блай все правильно аргументировал, конечно. У пулты началось найти вот что. Типа проигрываешь там, все тебя чмырят, а выигрываешь не чмырят. Некоторые, да. Но прощать могут только тогда, как на Ниву, который постоянно пригорал. И судьи у него постоянно шли на поводу, кстати. Ну, он тащил хотя бы. А если ты не тащишь, тогда тут и смысла нету. Вот. Да не, банить никого не будем мы, естественно, сейчас. Вот. Я с култипа говорю, вот, если будет флут, естественно, то в финале, то сразу, когда это будет надолго. Что-то проблем пока не было, все, сейчас игроков много. Просто я что-то закупил, ход создал, а суюся я не успел поставить. Наши рабочие атакованы, наши войска атакованы. Так, не надо банить никого нигде пока. Хорош уже пригорать, главное, Старкрафт, это мешает все на самом деле очень сильно развитию, естественно, Старкрафта. То есть я не хочу под Новый Год вообще каких-то там этих. Сейчас праздник скоро, все нормально. Если не будет нормального подхода, будут другие люди значит играть. Это понятное дело, что тут Реву с Вердосом мы редко видим. Здесь-то и можно было играть, на Бобра Лиге тоже потом разрешится, как бы, то есть, временно и выпил. Приходит Кул Ти. Проблемы у Блая на второй, адепты, на третьей, простите, адепты врываются на вторую, на второй еще большие в кармане проблемы сейчас будут. Вот это у Блая по таймингу часто роучи не бывает, что самое интересное. Ну, сегодня еще максимум четыре игры будет, минимум две. Ну, Блая вот в этой игре, по крайней мере, уже гигантские проблемы намечаются. Адепты погибли все-таки в итоге, но посмотрите по рабам какая ситуация. Шестнадцать, двадцать шесть, двадцать шесть дронов Кул Ти сейчас убил и, конечно же, у него все хорошо, но по боевому у него слабенько пока. Блая идет очень вперед, фениксов у Кул Ти очень много. Не хочу! Все случайно ожидают, пятая шесть. Собgyбает г McGee-то. Так, короче, никто не понимает Вообще что-то похоже Что пора прекращать Значит прекращаю я 114-128 по лимиту Блай отстроил всех рабочих И уже обогнал кулки, причем очень серьезно Хайва пока нету, но Так, инфестейшн где-то был Вроде нет, спорка ставится Нет, инфестейшн нету Только-только пошел инфестейшн, пару спорок Еще Блай ставит, понимает, что фениксов Много и это опасно, причем кулки Флитбиконы там строится, он Полусвич такую в армаду будет делать Ну то есть это не армада Армада полноценная, это когда Это чисто воздух, здесь дополнение будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 7 фениксов летают, все что-то пытаются захарасить По потерям у Блая выше, конечно же Но у Блая по грейдам зато хорошо Например, 2-2 сейчас и хайв Тайминг очень даже неплохой 20 секунд, ну задержка будет Но если ресурсы Блай вложит Хотя у него по газу, конечно, косяки То есть ему 3-3 не заказать сразу Вот посмотрите, газ позже начал добывать Там 5 базы нет, какие-то юниты Непонятно, гидра, куда гидры-то столько Феникса хочет Блая погонять Слишком много газа куда-то вложил В итоге на 3-3 нет и на ультралов пока нет И вообще нужны ли здесь ультралы? Здесь уже воздух идет Темписты Ну, темписты, кстати А что темписты? Они ничего сделать не могут Оп, как Блай сейчас фениксов-то подловил Неприятно, култи еще всех зачем-то подвел сюда И потерял вообще подчистую Ну, лимит зато освободил Будет ли выход от Блая сейчас? Хороший вопрос Адреналин делается 2-3 тригры и дым не заказывай Зато ультралис кеверн хотя бы строится Это уже неплохо Но видел ли Блай, что култи вот такие темы здесь делает? Я не уверен Забегают деньги Да, варп на рампу пошел Пытался култи Простите, пытался Блай пройти Пройти не получилось Так, 3-2 грейды делаются Поля одни сделись 2-1-1 здесь Грейды на землю очень хорошо делаются Двух форжей У Блая-2 эволюшена на коготь Видимо не хватило газа Я бы ему сразу не заказал Да, захотелось Сейчас будем Расследовать мы все Забегаю отделки на дальнюю Ну, микс такой, конечно, смешной Потому что отделки и мод Быстромовики Темписта Хотя против того, что есть у Блая В принципе работает Потому что у Блая юнитов не так уж много По воздуху тем более Вайперы еще не готовы Ну что, интересно тут Посмотрите А, Микоза больше нет Попал хорошо Микозом сейчас Блая по култи Но больше Микоза не оказалась В итоге отдается Блая Здесь какое-то контр забегание идет Блая с ним вообще ничего сделать не может Но тут култи перемакрил чисто По земле анти-ультралы есть Анти-бруды тоже есть Шторма много У Блая не готов вперед пойти То есть Вайперы не успели сделаться Не выцепить здесь ничего Бейлингов нет Ничего нет, чтобы взорвать здесь Все это дело Зеленки тоже Ультралов Ультралы бесполезны Против девяти эморталов Уже имеющихся в данный момент Тем более Блай Хотя нет, грейды 3-2 Грейды есть Но вот уникального армора не было Как-то я не знаю Тут, кстати, свитч в масс-муту просто Хотя, хотя нет С трех старгейтовкой Быстрый феникс настрой Флитбекон есть Да, тут свитч в муту Кажется, что да Ни хрена нету Мутка может зайти Но тут нужно сделать свитч в муту Только в той ситуации Если у тебя есть ресурша после свитча в муту Не максимального Там 40-50 муталисков А 20-30 муталисков Если есть запас Чтоб еще у вас что-нибудь свитчнуться У Блая нет Если запаса нет То смысла в свитче тоже нет 184-174 Только что лимит у Блая Проседал очень жестко Но все равно Он вроде как нормально себя чувствует Здесь штормы идут Очень много штормов Юру Всю пулти убивает Блая Пятую базу Сбревает сейчас Будет ли дальше врыв? Я не уверен Так Заходят эморфу Начинают разбирать Нет Это 1-1 Определенно Сейчас Бываю не отбиться Никак Иммортал Разбирается Сталкера Дай сюда код Караптер Ну а что Караптеры Могут сделать? Ну здания убить Ну несколько зданий убить Если разными Например Атаковать Да Сейчас Темпестов Блай сбреет Ну 80 лимита На 180 О чем тут разговор Здесь еще такие Юниты остались Которые вообще Здесь Все разберут Сами по себе Факшики Грейды 3-3-2 Грейды Вообще Жесточайшие Просто Сейчас У култи Так Эморф Заминусует Все наверху Нужно заходить Как все Через оклик Идет Блай Караптер Молетает Култи их пытается Поймать Ну а то Там в поимке Караптер Наверх Так и не зашел Почему-то Почему култи Наверх не зашел Вообще Какой-то назад пошел Клан пошел Блай сейчас будет Дулбас на 60 лимит Биться Пытаться Ну здесь Караптеров Подбревает Сейчас Блай напишет Напишет Да Третья игра Нам нужна Третья карта У нас Сейчас я вам скажу Какая Преон Третья карта Все 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 Врываются Тяжелый Какой-то Вечер Сегодня Вечер Пятал Пятал Тяжелый elen Думаю К так ну четвертую карту я знаю поехали далее террасы приона карта любят дезерги золото 11 пилончик разведка но это аля волк от 1 starcraft просто когда просто после пилона разведывали выходит в неxus в принципе билд хорошие логичных вполне ну может быть здесь какой-то гейт куда гейт заказывать утик с эти доз до того как еще приехал он его заказывает вечерок тяжелый сегодня выдался действительно ну хоть завтра вроде я не знаю если вечером завтра какие-то с трансляцией там если завтра какие-то турниры нужно глянуть потому что если нету твою на мая gsl по стриму и отдохну завтра нафиг что-то поддостало меня уже сидение это за компьютером немножечко будет ничего не видно там больше разберемся life and как-то в среду в четверг наверно будет за завтра вот вроде нету была видеть что золото заблочено одно ставит просто хату на 2 на обычной базе здесь на золото уже почти готова будет ли курси дронов туда переводила простите было дронов на переводить думаю что до ответ сразу же потому что здесь у нас и хотя было еще пока не вид какой бить ну нужно понять какой понять что адепт не будет напрягать до 2 7 переводит сразу побольше чтобы добычу побыстрее началась от тайминг можно и получше сделать перевода было бы как только хата готова сразу переводить например почти готов мазер пор почти готов мазер пор ну линдол здесь всех разогнал конечно уфти но потерял группу и еще придется потерять пион потому что застроил сам себя нужно было обязательно отменить конечно может линги бы забежали да пофиг что один там линга или два забегу не придется сотку минералов терять в итоге так мазер корчат култи отвод пилон дальше убивать не стал не знаю почему есть нас овера везде летает пилон регенится сейчас на счету странные какие-то вещи делать честно култи приходит адептам сейчас на золото к блайо пытался там с рабами отбиваться но с рабами не отбился култинов укусил уже три дрона это очень неприятно к один адепт только на убивал так здесь блайо контролил три дрона остались тремя дронами убитыми больше не натерял галко и лунку убил наконец-то героба твой лайт все на второй базе как как какая груда зданий здесь раз гигантская стоит среди то одним фаерболом можно бить отсюда раузер им прийти и просто летами туда накидывать спокойно никаких душ от блая пока нет хотя что-то минералов он накопил ну очень много 700 прямо макро хату может где-то запилить или либо здесь на золоте четвертый уже я не знаю ну блай роуч ворона дождался может быть сейчас он закажет роуч и потому что смотрите есть есть ресурсы есть лимит газа правда нету ни на золоте ни на 2 на золоте уже и дронов то посмотрите они здесь неэффективно добывают здесь здесь ну 16 край дроне 12 по 2 тогда получается но под будущий газ принципе да в принципе решает адепты приходят адепты на второй телепорт от култи на мэйн был ошибкой если бы он здесь продолжал он гораздо больше бы дронов наубивал в итоге теряет всех адептов трех штук своих харасить больше нечем есть конечно дарк шрайн и дарки скоро будет но если блай пойдет вперед у него ведь и версир есть обратите внимание причем он делает тут рядом с култи второй базы на хрена он залетает правда сюда через трех стулкиров по центру для меня загадка почему он не улетел просто противоположного наоборот в сторону третий нехтус блай видит здесь буквально то 7 роучьи подошли линги строятся можно у версира и нужно одного подморфить чтобы здесь все обнаружить блай странные вещи делать здесь у версии здесь овер вообще без муку да он летит что вот этот овер может увидеть хотя весь мэйн почти спалил но на мэйне у култи нету вот у него здесь все ключевые здания стоят то есть пропалить не получилось пошла атака кастер эвазерами по пилону второму так наламывается блай здесь иммортал плюс токера плюс центря иммортал нужно поймать иммортал конечно же поймал в итоге блай здесь сталкеры падают от немножечко отходит блай назад пилончик можно и нужно покуснуть здесь нас парабан кидает блай сейчас так пилонку можно убить знаете пилонку выбивает пилон култи посмотрите оверсира нет ни хрена нет култи не забыл что у него дарки но култи контратаковал дарками блая дома а нужно просто вот это было отбить в итоге теряет больше чем убил еще один дарк погиб ну четыре дрона подбил здесь у блая вообще что то то двадцать рабочих то шесть штук всего вот у блая как то качели какие то на золоте на этом кто рабочих воруют непонятно что тут происходит на этой базе 90 103 по лимиту ну что роучи реводжера забегание несколькими роучами от култи происходит у блая и мортала сталкеров простите вот от блая забегание у култи и мортала сталкеров достаточно много что то я их сегодня путаю блин перевираю все и кстати говоря кстати говоря грейды отсутствуют там и там но микс у култи то как то вот мне посерьезнее кажется выглядит здесь конечно реводжеров очень много морфится у блая и роу еще много но без лингов это слабенько работает ну и 20 лингов сейчас еще строится блая но лингов желательно еще побольше так пошла атак чтоб они сопоставимы по лимиту были с этим лимитом заходит блай касты пошли так реводжеры попадают по сталкерам сейчас между прочим своими фаерболами и блая просто сминает култи сейчас до того еще как призма прилетела между прочим фаерболы мимо так законтролил сейчас прекрасно култи своих имморталов увез но здесь проблемы у сталкеров то проблемы серьезные култи уходит на блинке почему без грейдов он играет для меня загадка ничего такого очень странно касты на мазеркор пошли мимо мимо кастанул нужно сваливать а что здесь имморталы королев разваливают имморталы роучи разваливают что-то имморталы много разваливают култи и он еще успевает загрузить влететь блай занимает уже пятую базу вижу спайр 3 муталиска заказано будет ли это свитч полноценный либо это 3 муталиска будет свитч полноценный не то не просто 3 муталиска чтобы выбить призму так призму улетает чуть базу не забрал култину сейчас вот он потеряет призму за счет за то что так долго там пребывал и имморталов не выгрозил еще ё-моё посмотрите ну пришел пару так лучше имморталов бы выгрозил чем пару муталисков забрал это просто ну десятка лимита плюс такие юниты ценные тут роучей достаточно много они дэмиджи хорошо бы выдавали бы сюда вообще вот ничего этого не случилось муталиски залетают на вторую базу ну их штук пять буквально а блайт переход делает обратно в наземные войска но даже пять этих муталисков они быстро пробок очень убивают в это время в центре битва идет роучей реваджеры линги против иммортвосталкеров в центре иблая да и то агрессивные блинки от култи пошли очень странные а представьте еще б те два аморта были бы здесь четыре фаерболы попадают култи в лай просто скушал сейчас и гг вынужден култи написать но вот безгрейдовый стиль с двух сторон был хотя карта вроде золот золотых баз миллиард но любят за счет этих золотых баз преимущественно лимитом месцом давить на этих картах причем все расы любят кроме тиранов тиранам тяжело на золото сразу выходить четвертая карта руины все расы я ее и создаю ну Жду подтверждения готовности от Блая, подтверждения пока не вижу. Поехали. Четвертая игра. Привет, Сетворк. Игра, которая может стать последней. Но не факт, что станет последней. Завтра, кстати, Блайна в Хомстори улетает. В четверг у нас, получается, какой день уже в четверг в Хомстори будет. Но там и Корея, и Хомстори все вместе будет одновременно. Блин, тут отдохнуть. Завтра фактически один день, когда можно немножко передохнуть будет вечерком. 2-1. Блин, счет, что-то я счет не представляю. В Лайхату пошел ставить 17-ю стандартную. Булти через гейтгаз открывается. Не халявит, Нексус первый не делает. Ну, тут, да, действительно, от Нексуса рампа вообще просто на вероятном расстоянии. Плюс она достаточно широкая. Очень опасно в Нексус выходить первый. Продолжение следует... Второй газ запилен. Нексус ставится. Кибернетка у Блая после готовности пула заказана третья. Или даже до немножечко готовности. За несколько секунд. Продолжение следует... Так, пошло робот. Прибегает Линги от Блая. В количестве 8 штук начинает грызть пробок на второй базе сейчас Блай. Две пробки минус, но больше сгрызть не получится. Нужно уходить мимо пилона сейчас. Годли, полтюверчаж выставляет. Да, выставляет. Но одного Линга еще забрал. Но потерял 25 энергии. Абсолютно не жалко, я считаю, в такой ситуации. Есть Овер, кстати. И, блин, Блай вот своими мувами. Сейчас Овера свой еще запалил. Лингами пытается промчать сейчас. И пробежит на вторую базу. Пока Кул Ти тут Овера забревает, Блай прибегает и сейчас рабочих пробреет. Ну, там адепт на рамке стоит. Так, два Линга все забегает сейчас. Так, мимо адепта сейчас эти два Линга прошло на мейн. Сейчас будет палить Кул Ти, что происходит. Палит робот. А вот это уже очень важный момент. Да, потерял Овера, но даже, может быть, более важное действие совершил, чем выбить здесь два рабочих каких-нибудь четыре Линга. Он спалил роба. И он понимает, что нужно готовиться к Харасу раннему, либо к этому... Ну, к Пушу. Навряд ли. Хотя вот это под Пуш будет. Здесь три Гита плюс Пилон. Тихо. 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 Два адепта, две СН-3 у Кул Ти. Блай приводит вторую Королеву на мейн. Здесь есть еще Линги. Ну, все прекрасно. Видишь, что Кул Ти делает. Делается лейер, делается мув. Сорок, три, тридцать пять по РАПам. Какой-то интересный дробь вниз. В арт там низких юнитов. А адепты четыре, две СН-3 и Сталкер по юнитам у Кул Ти. У Блая, простите, у Кул Ти. Все правильно. Что у меня за хрень-то такая? Как-то я их все путаю, да? А адептов становится десять штук уже. Кул Ти залез, кстати, сейчас в юнитов Блая. Очень неприятно. О, Призме сейчас касты пошли. Королеву Мюпризму Блай подбревает. Кул Ти просто пуш проваливается. Сейчас он пытается уйти на мейн. И Фил, кстати, по... Ой-ой-ой, вот это, кстати, очень неприятный такой эпизод. Но Блай очень быстро Фил пробивает реведжером. И Кул Ти понимает, что здесь нихрена не сделать. У него пуш улыновый был сейчас. Пишет ГГ, ЭВП. 1-3 проигрывает. На этом-то финал наш сегодняшний и кончается. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Запись скоро выложу я. Сворачиваем всю эту хрень. Сетку сделаем завтра. Посмотрим, что там и как. Я, честно говоря, не знаю. Просто у нас как бы получается, что она не фиксирована. Если бы был бы матч за 3-4 место, то 4-е место в квалификации 1 попадало бы на 1-е место. 2-й соответственно, ну и по аналогии. Но у нас не было этих мест, поэтому нужно будет просто распределить их как бы грамотно. Там 3-е, 4-е места первой квалификации на 1-е, 2-е. Второй, а кто на кого, это мы посмотрим. Там это будет рандом получается. Короче, ребят, за внимание всем спасибо. Пока.